ПЕСНЯ 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 С ней буду петь я пред тобой спасенную душой. С ней буду петь я пред тобой спасенную душой. Умершему за нас Воскресшему для нас И вновь грядущему за нами Слава! Аллилуйя! Братья и сестры Вы понимаете мое состояние Шесть лет Как я уже не был с вами И первый раз на этом месте Пять лет я был членом вашей церкви И сегодня войдя в это здание Я неспокоен Слава Иисусу! Мы пропели такой чудный гимн Люблю Господь твой дом Черток любви твоей Мне посчастливилось быть В городе Риге Когда была встреча узника Иосифа Даниловича Бондаренко Когда он в последний раз освободился Из мест лишения свободы И он вышел за кафедру И сделал такое предложение Сказал Братья и сестры Узники Бывшие Кто сегодня присутствует в этом зале Давайте выйдем сюда И споем наш любимый гимн Люблю Господь твой дом Чертов любви твоей Вы знаете Вышло много народу Может сотня Сестры вышли Братья вышли И когда они запели этот гимн Люблю Господь твой дом В церкви Не было равнодушных Я сидел так на скамейке Наблюдал Вы знаете В то время еще Можно было различить По внешнему виду Верующих от неверующих Я имею ввиду Не были христиане накрашенные Не были с сережками Не были с разными На шеях Цепями и тому подобное Да еще перед собранием Я слышал Как многие говорили С нашей работы пришли С нашей работы пришли Вы знаете Когда запели Братья и сестры Этот гимн Люблю Господь твой дом То я думаю Что ни один хор Сколько бы он не тренировался Не смогли бы исполнить Этот гимн так чудесно И исполнение этого гимна Не действовало бы так На присутствующих в зале Как тот гимн Который пели Бывшие братья и сестры узники Я так сидя в зале Размышлял Почему такое благословение От этого пения Почему так все неспокойны И верующие и неверующие И я понял Что они Не только на словах пели Что я люблю Господь твой дом Но они жизнью Делом Доказали Что они действительно любят Божий дом Да благословит Господь Чтобы мы Любили церковь Любили Божий дом Не на словах А на деле И не только любили Но и готовы были С радостью нести Все тяжести труда И крест ее скорбей Слава Господу Дорогая церковь Мы в Слове Божьем Имеем порядок Что больший Благословляет меньшего Меньший благословляется большим Но я хочу Благословить вас Благословением Аароновым Скажи Аарону и сынам его так Скажи Аарону и сынам его Так благословляйте сынов Израилевых Говоря им Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да презрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Церковь города Ютики Да благословит Господь тебя И даст тебе мир И благословение Нового Завета Благодать Господа Иисуса Христа Любовь Бога Отца И общение Его Святого Духа Да пребудет со всеми вами Слава Иисусу Я освободился В январе 79-го года После 8 лет Пребывания в лагерях И где-то В сентябре месяце Перед Октябрьскими праздниками Я получил такое письмо Следующего содержания Дорогой брат Виктор Молодежь города Горького Планирует провести На Октябрьские праздники Поскольку выходные дни Общение На которое приглашаются Все братья-узники Освобожденные в 79-м году Просим вас Сообщить нам заранее Приедете вы или нет Чтобы мы имели возможность Заказать билеты На обратный путь Я прочитал это письмо Испугался Говорю папе Папа, я же не проповедник Что же я там буду говорить Что я там буду делать Папа говорит Ты читай внимательно письмо Тебе там проповедовать Не надо будет В письме написано Что молодежь Желает Иметь это общение С той целью Чтобы знать Какие условия Сопровождают Братья в вузах Что сопутствует Этим обстоятельствам Потому что Молодежь знает Что их впереди Ждут лагеря Ждут тюрьмы И хотят Хотя бы немного Приобрести этот опыт Экспириенс Как говорится Хотя бы Со слов других Чтобы знать Что их там ожидает Ну я написал письмо Что если будем живы Здоровы Угодно будет Господу То приеду Где-то Через За неделю До октябрских праздников Я получаю телеграмму Телеграмма Такого содержания Встреча переносится Сообщим дополнительно Брат Ну переносится Значит переносится Жду дополнительных сообщений Прошли октябрские праздники Где-то дня через 4 Я получаю бандероль Из города Горького В этой бандероле Большой красочно Оформленный альбом Со стихотворениями И письмо Что брат Виктор Мы имели очень радостное Общение С нашим Господом Иисусом Христом И братьями Узниками Которые много Рассказали нам О пути В узах О благословениях Господних Сопровождающих там Жаль что вы не приехали Хотя и обещали Мы значит Приготовили небольшие праздники Всем Небольшие подарочки Всем приглашенным В том числе и вам И хоть вы Не приехали к нам Но примите от нас Этот подарочек Альбом со стихотворением Что такое Была же телеграмма Встреча переносится Сообщим дополнительно Никто мне ее дополнительно Не сообщал Но бланк телеграммы У меня сохранился Я его не выбросил Смотрю Молодежь наверное Не знает Что такое телеграмма Факсы Компьютеры Телефоны И наверное даже Не знает что такое Телеграмма Но телеграмма Это бланк Такой специальный И в городе Горьком допустим В данном случае На почту Пришел на телеграф Человек Дал работнику почты Текст телеграммы И работник Телеграммы Телеграфа Отстучал там Эту азбуку Морзе Точка тире Точка тире И в городе Барановича Где я жил На почтампе Специальный аппарат Принимает эти Азбуку Морзе И уже Выползает ленточка С готовым текстом Этот текст Ленточки разрывают На кусочки По словам И приклеивают На бланк телеграмм И значит На бланке телеграммы Должно быть Штемпель Почтового отделения Города Барановича Поскольку она получена В городе Барановича А никак не Города Горького Мы с отцом Посмотрели этот Бланк телеграммы И что вы думаете На бланке телеграммы Стоял штамп Город Горький И так мы поняли Что мы очень легко Попались На провокацию Брата Вымышленного Который имел Совершенно реальную Фамилию КГБ И это они дали Такую телеграмму Чтобы я туда не ехал Я значит Отправил Эту телеграмму В письме В конверте Тем кто меня Приглашал И так На собрание Молодежное В город Горький В 79-м году Я не попал Благодаря стараниям Брата КГБ Но сегодня Слава Господу Я попал В город Ютику На не менее Благословенное Собрание Слава Господу Сегодня нам не помешали Ни КГБ Ни НКВД Ничто нам не помешало Приехать Собраться на этом месте Слава за это Господу Церковь города Ютики Вы хорошо сделали Что решили Сделать это общение Вы хорошо сделали Что разослали Приглашение Вы хорошо сделали Что пришли на это место И теперь все мы И приглашающие И приглашенные Стоим перед лицом Господа Тот час послал я к тебе И ты хорошо сделал Что пришел Теперь все мы Предстоим Пред Богом Чтобы выслушать все Что повелено тебе От Бога Братья и сестры Слава Господу Что мы пришли Чтобы выслушать все Что нам повелено От Бога Что же нам повелено От Бога И помни весь путь Которым вел тебя Господь Бог твой Второзаконие 8.2 Исход 10.2 И чтобы ты рассказывал Сыну твоему И сыну сына твоего О том Что я сделал И чтобы вы знали Что я Господь Слава Господу И из Нового Завета Мы наверное все знаем Наизусть Вспомните Прежние дни ваши Когда вы Бывшие просвещены Выдержали Великий подвиг Страданий Вспомните Прежние дни ваши Для чего? Для того Чтобы нам Не оказаться Ослабевшими Но чтобы все Преодолевшие Устоять Претерпевшие До конца Спасется Слава Господу На основании Этих коротеньких слов Из Священного Писания Я с уверенностью Заявляю Что наше общение Угодно Господу А раз оно угодно Господу Значит Господь Благословит нас Но мало Только верить Что Господь Нас благословит Вера Это не только на словах Верим и все Вера Это еще раз Сказать Господу Сказать Ему об этом Попросить Ему об этом Что мы и сделаем сейчас Склонимся на колени Попросим Божьего благословения И я уверен Что Он благословит нас И это собрание Останется Памятной вехой На нашем Христианском пути К вечности Слава Господу Молимся Благословите Иисус Господи Божьего благословения Ты Господи Все знаешь Ты Боже Все видишь А во Отче Манаграйда Семен Параманагитаглада Семен А во Отче Аллилуйя Слава Тебе Иисус Слава Тебе Господи Слава Слава Тебе Иисус Аллилуйя Владыка Божий Отец Небесный Во имя Иисуса Христа Сына Твоего Нашего Господа И Спасителя Умершего за нас На кресте Голговском Даровавшего нам жизнь Вечную спасение Слава Тебе Во имя Иисуса Господи Мы сегодня предстоим Пред Твоим величием Прежде всего Славим Тебя Благодарим Тебя Что Ты спас нас Что Ты оправдал нас Что Ты Господи Привлёс К нас Себе Что Ты Господи Привлёк нас Свою Церковь Слава Тебе Иисус Господи Ты знаешь Для чего мы собрались На этом месте Боже мой Мы молим и просим Тебя Помоги нам Господи Сооружить жертвы Нехвалы Тебе Помоги нам Господи Жертвую уст наших Прославить Твое Святое Имя Дай чтобы эта жертва Была Господи Приятно Тебе Чтобы Ты принял ее Господи Я молю и прошу Тебя Благослови нас Господи Всех собравшихся На этом месте Благослови Обильным благословением Боже Дух Святой Работай над нашими сердцами Приготовляй нас Господи К встрече с Тобою Приготовляй Нас Господи К трудностям Которые ждут Благослови нас Благослови нас И излей Благослови нас Но избави нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. ПЕСНЯ 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 Он будет отрадой для вас и для нас, Но скоро наступит таинственный час, Он будет отрадой для вас и для нас. Мгновение ока над всею землей, Труба прозвучит, как призыв роковой, И мертвые с праха воскреснут тот час, А смертное тело изменится в нас. И мертвые с праха воскреснут тот час, А смертное тело изменится в нас. Кто ходит пред Богом и в Божьих руках, Тот будет в небесных сокрыт облаках, А слово твердит, что наступит для нас Счастливое время и радостный час. О, брат мой, старайся участником быть, Чтобы мог Дух Святой тебя Навеки веков восхитить. Быть может, в то время, Кто крепко уснет, И он, как жених, за невестой придет. Быть может, в то время, Кто крепко уснет, И он, как жених, за невестой придет. О, будем же бодры, не будем мы спать, Но будем почаще на небо взирать. Пусть рвутся слова с христианской груди, Гряди наш Спаситель, скорее гряди. Пусть рвутся слова с христианской груди, Гряди наш Спаситель, скорее гряди. Спутница веры. То, что на земле нас сопровождает. Конечно, если мы дружим с этой верой, покладаемся на нее. Я, допустим, в своей жеребии понимаю, что в первую очередь жена моя больше всего снесла. Она на суде говорила, и мне трудно было поверить, когда она сказала, «Мои дети все ко мне возвращаться, мои дети будут верующими». И мне трудно было поверить, когда одному ребенку год, и восьмому 11 лет. Несла эта жена, несла церковь, несли братья-узники, меня там. Потому что почему-то я очень долго и много болел часто. Спутница веры. Думаю, что это редчайшее стихотворение, и думаю, что его, быть может, и никто не знает. Лишь тебе, для тебя и с тобой Я готов переплыть все моря. Верю я, что в пучине страданий Не сколеблется вера моя. Я начальника веры отросток, На сём камне основан душой. Не страшат меня грозные стрелы, Я стражусь с ними верой щитом. Моя юность весна золотая, На прозыв твой ответил так я. О, Иисус, твою волю святую Не нарушит ни юность, ни зрелость моя. Моя спутница вера святая, Мне вливает надежды поток, А любовь меня нежно ласкает. Тебя ждут, Тебя ждёт вечный Бог, О незрымой стране передать Не могу я. На земле нет красот, С чем бы можно сравнить Вечной радости город Художника Бога. Вот к нему моё сердце Любовью горит. И с тех пор, как о нём я узнал, И к нему я направил свой путь, На земле я скиталицем стал. И теперь, земля, Понапрасен твой чарующий труд. О, земля, ты сама ведь Подвержена тленью. Ты во тьме, И не зришь роковой свой конец. Сколько раз ты сулила мне царство, Сколько раз ты хотела похитить Мне назначенный Богом венец. Вот ты, юность мою, испытала, Предлагала всю прелесть земли. На подарки твои моя юность сказала, Понапрасны лукавые чары твои. Моя спутница вера святая Через юность весны провела, Все соблазны мирские угасила. И вот к зрелости Моя жизнь подошла. И, о, ужас, что я повстречал В моих годах печальной земле. Легионы врагов разразились Над дарованной верою мне. Он рыкает, как лев надо мною, Целит копья, открывши мне брань. И в пучине скорбей и страданий Мое тело бросает в таран. Моя спутница вера святая Не колеблется в стрелах врага, Только часто она повторяет Устремляй, шире взор на Христа, Посмотри, как страдал твой Спаситель За тебя, за тебя, за тебя. Еще шире открой очи сердца. Посмотри, кто пошли за Христом. Здесь их мучили, жгли, распинали. Там их приняли у города блаженный, святой. И когда я свой взор устремляю На пройденных друзей впереди, Тогда ясно себе представляю, О, как малы страдания мои! Так пусть же враг торжествует, Еще больше глумится над телом моим, А душа, вдохновленная верой, Унаследует город блаженный, святой. Аминь. Слава Господу, братья и сестры! По милости Божией, имея это общение, Мы должны быть благодарными нашему Господу. Были времена, когда многие братья и сестры И только имели в мечтах, Чтобы быть в собрании верующих, Тем более в таком еще многолюдном собрании. Приходилось детям Божьим Эту весь Евангелие, Может быть, не благовествовать, Но свидетельствовать и отстаивать Перед многими грамотными людьми, Образованными, сильными в этом мире. И вы знаете, когда Бог с детьми своими был, То они являлись победителями. Даже в тех немощах и слабостях человеческих, Которые свойственны всем людям, Потому что не всегда было так, Что Бог вел детей своих Только возвышенными путями, Чудесами и знамениями. Иногда такими обычными, Где нужно было детям Божьим Проявить мужество, стойкость И твердость в уповании и в убеждении. И они не были знаменитыми чем-то особым, Но Бог даровал победу, Славу нашему Господу. Я напомню одно место, Несколько стихов, Когда в 1963 году осенью, Когда пришлось расставаться С родительским домом, И я так открыл Библию, И мне эти стихи открылись, Я их прочитал для себя, Никому ничего тогда не сказал, Но прошли определенные дни, И когда пришлось проходить этот путь, Я вспомнил эти стихи, И они давали мне немножко отрады. Это первое послание Петра, Пятая глава, С восьмого стиха и ниже. Первое Петра, пятая глава, С восьмого стиха и ниже. Трезвитесь, бодрствуйте, Потому что противник ваш, дьявол, Ходит, как рыкающий лев, И шаг его поглотить. Противостойте ему твердую верою, Зная, что такие же страдания Случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, Призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременному страданию вашим Да совершит вас, Да утвердит, Да укрепит, Да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава Во веки веков. Аминь. Слава нашему Господу. Прочитал я эти стихи, Ну и ушел с родительского дома, Не зная, что встретить, Что ожидая. Но я не то, что хвалюсь собою, Но как-то я сейчас, Когда в наши дни посмотрю на молодежь, Вы не обижайтесь, молодые люди, На меня, братьки и сестры. Но я говорю и детям своим, Я как-то вспоминаю эти годы, И помню братьев, Которые были в Узах, В нашей церкви, Где я жил, Были в Узах, И когда они освободились, На них весь натиск, Был опасность, В них были семьи, Дети, Я тогда был не женат, И мне забот особых не было. И вот я думал, Ну пусть бы вся ответственность На меня падала, Но они семейные, Им же ради семьи лучше дома жить. Но какие-то такие, Как люди называют, Патриотические чувства у молодежи были. Это не только меня одного, Как-то многие христиане, Сейчас как-то люди привыкли, Ну более идти за течение. Пусть кто-то другой идет по трудностях, А мне пусть легче, Пусть над кем-то другим насмеются, Что он живет только по Библии, А не живет по современному, Пусть кого-то другого унижают, Зачем меня? Потому что сейчас испытания дорогие. Но как-то тогда в христиан, Молодежи, Они как-то были такими подвигами, Христианскими, Чтобы, ну если трудность, Пусть на мою долю выпадет, Пусть не на долю ближнего. И, конечно, Мать, каждая как мать, Каждая мать, Она и тогда хотела, Сейчас желают матери, Отцы, Чтобы им, детям, Как-то было легче, Но эти чувства материнские, Они присущи людям, Матерям. И тогда как-то было, Я помню, Когда был я в разлуке, И к моей матери приходили, Ну разные люди проходили, Одни проходили, Чтобы ее утешать, Любящие Господа. Другие говорили, Убьют, погубят, Он не вернется. Но я живу среди вас, И что, Досели слава Господу. Другие люди, Которые жили роскошно, С отцами, Я воспитывался без отца, Трудности испытал С самого детства. Мне как-то, Я не знаю, Я не то, Что хвалюсь, Но мне как-то было Не привыкать в трудностях. Я испытал, Но помню, С нами были вместе Председатели Ковхоза Передового Калининградской области, Директор Ковхоза Передового. И вот представьте, Человек, Который в роскоши жил, А позже в такого же заключенного Просит горбушку хлеба, Чаю попить. Ему это не свойственно Переживать все это. Но, Братья и сестры, Детей своих, Бог иногда подготовляет Ко всякой трудности, Дабы в трудностях Ему дать силу Победить дальше. Слава нашему Господу. Но все же в нас, Людей у всех, Чувства, Они человеческие. И когда пришлось, Ну, кажется, Весь все ополучили. Меня не били там, Никто не морили голодом. Лишь один раз Я почувствовал, Что такое жажда. За весь срок Я почувствовал, Что такое жажда. Как раз захотелось пить воды. И на то время, Почему-то краны отказали, Не качали в кранах воды, Не было попить. А меня как специально Захотелось пить. Обычно, Когда я пил чай, И в кружке оставлял, Или в банке пол-литра Выставлял пара глотков, Заглянул в тумбочку, Ничего нету. Пошел на кухню, И там никто не дал воды. Посмотрел я дальше, В нас была комната Для молитвы уединения. Посмотрел, Да какая молитва в такой, Как меня, Как жажда. И, братья и сестры, Я для чего-то напоминаю, Потому что, Когда в книге Амосна написано, Бог говорит, Я пошлю жажду, Слышание слов Господних. Не все люди понимают, Что такое жажда. Я много раз хотел пить воды, А вот жажда один раз постигла в жизни меня. И, правда, Меня друг работал, Он сантехником, Он говорит, Почему ты мне раньше не сказал этого, Я бы тебя за зону вывел, Он имел пропуск, Там бы тебе дал попить. Я на это не подумал. И вот, представьте, Даже молиться уже, Ну, какая молитва будет, Когда жажда, А жажда в каждой клетке тела, Хочется, Я не знаю, Почему так допущено, Или чтобы понять, Те слова Писания, Где Бог сказал, Что он пошлет жажду, Слушать слово Господне, И юноши, Девицы, Юные, Красивые, Будут идти от моря к морю, Чтобы найти слово Господне. Это будет, Когда Бог пошлет эту жажду, Человека заставит, Жажда идти и что-то искать. И вот этими мыслями я лег и уснул, А сном, В сне вижу, Духовная атмосфера настолько тяжелая, Духовная атмосфера, И мне какой-то голос говорит, Тебе тяжело? Я говорю, тяжело? А тот голос говорит, А им как? Что они тоже в этой духовной атмосфере? А им как? А как? И я помню, Что этот сих, Такие же страдания случаются, И с братьями вашими в мире. Мне казалось, Я одинок, Я только один, Что-то трудное несу. А братья и сестры, Вся церковь несла, Дети Божьи несли. И сегодня мы можем Это только вспоминать, Кто был и в заключении, Кто и участвовал В этом же служении. У меня брат родной, Он слабенький, Веренно. Представьте, Пять лет он посылки высылал, Он тоже участник этого дела. И я как-то сказать, Куда сейчас я смотрю на его, И думаю, Боже мой, Боже, Ведь он тоже, Тоже участвовал в этом деле. Я вспоминаю одного брата, Когда он ходил на проповеди Евангелия, Еще в былые годы, А вот жена дома с семьей говорит, Ну ты идешь, Ты проповедуешь, Ты от Бога награду будешь иметь, А я с детьми, Только, может быть, грешу, Что будет мне за это? Я только с пеленками, Только с детками малыми дома, Ты будешь проповедуешь, Награду иметь будешь, А я что иметь буду? И вот видит она в разумлении, Награда пополам. Слава Господу! Бог справедливый, Он понимает каждое сердце, Каждую душу. Но и это еще не все. Я хочу кратко привести два примера, Чтобы мы все это правильно понимали. Это два примера уже, Когда мне пришлось присутствовать На встрече, Когда приходили узники. Одна эта встреча была В Оренбургской области, Брат немец, Он сидел несколько лет, И вот когда он пришел, И представьте себе, Может быть, люди ждали Какой-то торжественной речи от него, Что-то торжественного, великого, А он прочитал и сказал, Недостоин я всех твоих милостей, Боже. Ну кажется, что люди взяли на заседание, А я так смотрю на него, На этого брата, Ну отображение кротости Христовой, Отображение смирения Христового. Ну это дитё Божие, Слава Господу! И вот другая встреча, Когда управление в нашем братстве Приходилось быть, И уже он высокого апостола, До стихи его именовали апостол, И все собрание, Только об этом апостоле Великие подвиги он свершил. Меньше о Христе говорили На том собрании, Чем об апостоле. Дальше, когда после собрания Стали беседовать, И вот они нас немножко стали убеждать В своём понятии, У этого апостола, И на полчаса не хватало смирения Выслушать, побеседовать, Махнул рукой и говорит, Ну если закрыто, То для погибающих. И ушёл, А я говорю другим, А где кротость апостольская? Звание то высокое, А где кротость? Разве такой человек похожий На дитё Божие? На высокое звание? Конечно же нет. Поэтому, братья и сёстры, Не смотрите на нас, Как на людей особых, Великих. Все эти страдания Случаются с братьями нашими В мире. А дальше этот стих, На который мы иногда Даже не обращаем внимания, Это последний стих, Который я прочитал. Ему слава и держава Во веки веков. Аминь. Слава Господу. Только Ему слава, Только Он. И о Бог сказал Людям даже прежним, И помни весь путь твой, Которым вёл тебя Господь, И через пустыню, Там были и змеи, Там были и василиски, Там было всё, И жажда, И Бог тебя тамил жажду, Только для того, Чтобы узнать, Что в сердце твоём Будешь ли ты покорен Господу, Или будешь ли покорен Ему, Братья и сёстры, Сегодня, может быть, Время немножко изменилось, Сегодня, молодые поколения, Как хотелось бы им Что-то такое передать, Что во всём, Слава Господу, Боритесь, На вашу долю Выпала другая борьба, Сегодня, может быть, Когда вы что-то сделаете, Так как по кротости Христовой, По смиренно мудрию Иисуса Христа, В простоте Христовой, Может быть, на вас покажут пальцем, Вот Святоша нашлась, Вот Святоша нашёлся, Хочет идти, Как в первом веке, Как шёл Христос, А сегодня уже 21 век, Несовременно, Немодно, Братья, сёстры, И молодёжь, И дети, На вашу долю Выпала великая борьба, Побеждать все силы ада, А помните, Что враг душ человеческих Он ходит, Как река ющелев, И шаг его поглотить, Вас он хочет увлечь Потоком этого мира, Хоть немножко, Хоть чуть-чуть, Сделай по-мирскому, И Богу служение, Замени мирским служением, Чтоб ты увеселял себя, И другие смеялись, Веселились, И отошли от кротости Христовой, А здесь сказано, Ему слава, Иисусу Христу слава, Он прежде нас прошёл, Он не смотрел, Как на него скажут люди, Скажут ли хорошо, Он пришёл исполнить Волю Небесного Отца, Брат и сестра, Или ты молодой, Или ты пожилой, На твою долю Выполосишь счастье Перед этим миром, Ангелами, Человечеством, Выполнить волю Отца Небесного, И когда ты миссию свою Выполнишь, Придёт тот час, Когда тебе хозяин скажет, Войди в радость, Господина твоего, Он префояшится, И станет служить им, Слава Господу, Будет время, Когда сам Сын Божий Встанет и почтить Дитё своё, Верно идущее По христианскому пути, Иди этим путём, Пусть ничто тебя не смущает, Потоки, волны этого мира, Они так бушуют, Бедная, бросаемая, Безутешная, А Бог сказал, Я поставил твои основания На камне, Слава Господу, Держись этого основания На Господе Иисусе Христе, Не завидуй тем, Которые идут широким путём, А тебе предлагают, Ну, полуширокий путь, И не полностью широкий, И не полностью узкий, Но этот путь ведёт, Он обманчивый, Христос сказал, Он ведёт погибель, А узкий путь ведёт В жизнь вечную, И немногие находят Ему, Его, Пусть Он нас утвердит, Пусть Он нас укрепит, Пусть Он заделает нас Непоколебимыми, Аж до дня пришествия Господа нашего И Спасителя Иисуса Христа, Сегодня для Церкви Христовой Кажется, отдых, Кажется, и борьбы нету, Борьба ушла, Трудность ушла, Срок не угрожает, Штрафы тоже, Хорошо, прекрасно, Можно усилять себя, И пути придумывать более весёлые, Держись пути Христового, Только идущий по следам Христовым Войдёт в небо, Как там нас недавно, Один брат был с Киева, И он был на молодёжном собрании, И он сказал такую интересную вещь, Куда он только покаялся, И вот видел, Что многие поясняют по-разному, И видят такой сон, Но вот я этот сон принял За голос от Господа, Является как Христос В светлом одеянии И показывает На Вышний Иерусалим, Иди туда, И войдёшь в этот город, В Вышний Иерусалим, Кончилось это, И является другая личность, Тоже в светлом одеянии, Чуть-чуть темнее, Но тоже, И тоже показывает пальцем туда же, Но когда я внимательно посмотрел, Этот палец направлен Чуть-чуть в сторону От города Иерусалима, И когда я увидел, Внимательно рассмотрел одёжду, Этого, Как будто бы под видом Христа, Не похоже, И палец, Он чуть-чуть мимо Вышнего Иерусалима, И понял я, Хоть чуть-чуть в сторону, Не попадёшь в Иерусалим Вышний, А куда-то в другое место, А мы читаем в Откровении, Что это будет за другое место, Чуть-чуть мимо, Чуть-чуть не туда, Куда Христос показывает, Кроткий агнец Божий, Без Его кротости, Без Его смирения, Без Его пути узкого, Мы не войдём туда, Пусть Господь нас благословит, Об этом мы будем молиться, Мы будем молиться Богу нашему, Чтобы Господь всех укрытил, И с сединою покрытых, Дабы они не ослабели душами своими, И молодёжь, И детей, Дабы всем нам быть В вечном граде, Царстве Господа нашего, И Спасителя Иисуса Христа, Преклоним наши колени, Будем молиться Ему, Аминь. Благословенное имя, Вовремя твоего имени, Да будет оно прославлено через нас, И честь нашу, Бала Тебе, Бала Тебе, Боископитель, Что Ты восхотел, Роди нас, Роди нас, Словом истинным, Чтобы нам быть, Не послабленным, Начатком твоих сознаний, Слава Великому Богу нашему, Слава! За источники благодати и милости, Благодарим Тебя вечного Бога нашего, Славим Тебя! Ты чудно вел нас всем этим путем, На земле каждому, Где и как Ты определил жить на этой земле, Но Ты вел и помогал всем нам, Слава и благодарность Тебе! Ты укреплял наши сердца, Когда мы изнемогали, Когда мы падали, Христос, Ты, будучи верным, Оказывал нам верность и помогал нам, Вся слава Тебе принадлежит вечному Богу, Слава и благодарность Тебе! И Ты знал, как помочь, Потому что Ты все испытал, кроме греха, Слава Тебе, Сын Божий, слава! Поэтому Ты имеешь время, возможность, И не опаздываешь, и не опаздывал всем помогать, Нуждающимся в Тебе! Слава и благодарность Тебе! И в этот час всем собранием благодарим Тебя И за все общение, Что мы можем вспомнить те былые годы, Когда мы видели великую руку Твою, Милосердную руку, Добрую руку, Сильную руку, Ведущую по пути, По которому Ты предназначил нам идти, О, великий Бог, Слава Тебе! Ныне у нас обстановка другая, Но мы просим Тебя, Иисус, Ты не удаляйся от нас, Дай нам Твой голос отличать От чужих голосов, Которых так много на земле, И хочет по Твоим именем Показать, как будто бы в небо, Но нам мимо! О, открывай очи сердца служителям, Открывай очи проповедникам, Открывай очи молитвенникам, Открывай очи молодежи, Открывай очи дитям, Дабы мы ясно видели Тебя, Иисус, Распятого на Голгофе, Твою кротость, Твое смирение, И научились от Тебя, Христос, Быть похожими на Тебя, А чужих голосов не слушали, Не понимали, Не вникали в них, Но бежали от чужих голосов, Повинав в этом великий Бог, Быть верными Тебе, Аж до конца нашей жизни, Или до дня Твоего прошествия, Все за церковь благослови, Воздай старицею Твоею, За то, что они принимают нас, О, великий Бог, Их благослови, Посылай единство, Посылай единомыслие, Исполняй Духом Святым, Силою свыше, Ты знаешь, как в наше время последнее, Как нужна сила Твоя, Как нужны особые помазания Твои, О, великий Бог, Мы жаждем, потому что мы нищие, А Ты богатый дарованиями, Слава и благодарность Тебе, Поэтому общение это и сегодня, И завтра, и послезавтра благослови, Мы просим Тебя, Мы молим Тебя, Когда Ты благословишь наше общение, Оно будет приятное, И каждое сердце, Каждое душа, Оно возьмет для себя нужное, Для борьбы на этой земле, Для победы, Для того, чтобы взять хорошее для себя, О, но когда Ты нас оставишь, Без Тебя мы ничего не можем делать, Поэтому благослови, А мы нуждаемся в этом, И вдали это служение, Благослови, Мы отдаемся могущей руки Твои, А каждого сердца нужду, Ты услышь, Ты внемли, И дай просимое, По желанию каждого, По Твоей святой воле, А за всеми милости Твои, Примет нас шесть славы и благодарность, Великий вечный Бог, Отец и Сын, и Дух Святый, Аминь. 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 Песня. 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 Поверьте, бывают такие минуты, чтобы я десь бы став на высокой горке и кричал в нас весь свят. И кричал так, как подобно в свой час Бог говорил до Моисея, а гора двигалась и длилась. А гора двигалась. Что же ты делаешь? Господи, говори с Моисеем. Моисеем, что ты нам скажешь? Мы будем слушать. Подобно, брати и сестры, сегодня пришел в тот час. Треба говорить и говорить так, чтобы люди двигались, потому что люди живы, и Слово Божие говорит только живой, не в гробе, не в могиле тебя будет славить. О, как хочется, правда, славить Бога. Есть за что славить Бога. Но все-таки я хочу вернуться, чтобы... Слово Божие. Вторая, паралюпоминон, девятнадцатая голова, а с шестого стиха. И сказал судьям, кто Есафат, смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господень, и он с вами в деле суда. И так, да будет страх Господень. На вас действуйте осмотрительно, ибо нету Господа Бога, нашего неправды, ни лесоприятия, ни мздоимства. И дали им повеление, говорила, так действуйте страхи Господним, с верностью и чистым сердцем, и вы не погрешите. Слава Богу. Сьогодні згадывалось, а уже, уже згадывалось. Второе, коринфянам, п'ята глава. З п'ятого стиха. Нас Есафа, Ей создав нас Бог, і дал нам залог Духа. З великої букви. І так, ми всігда благодушіствуємо, і як знаємо, що водворяєсь в тіле, ми устраніни від Господа. Ібо ми ходимо верою, а не веднієм. Ефісіанам, п'ятого глава. Шестнадцяти стих, веборщино. І дорожа временем, тому що дні лукаві. І так, не будьте нерассудітельни, но познавайте, що є воля Божія. І не впивайте свином, от котрого бувається распуттво, но ісполняйтесь Духом, назідає самих сім'я псалмами, і славословіями, і п'ятліпенями духовними. По я йому співаю в серцях, ваші Господу. Я їду в машини з брат'ями і кажу. Ох, як би я заспівав, аби мав голос, що не музика, не танці нам щастя не дають. О, юний друг, подумай, ані обманують. Так співали. Хто тут є старших, знає. Я думаю, і по Білорусі, і по Україні, і по Росії співали. Сьогодні брат помагає мені і каже, і музика, і танці нам щастя дають. Щастя дають. А я сидів тако, музика, за п'яніною грає, я взяду, як ударить на акорди, а у мене і так у голові не перестає шуміти, дзвеніти. А як ще акорди вдарили, і голова, кажучи, одлетить зараз. Одлетить голова, я встав, пересів в друге місце. І потім, прошу, знаєте, якось старайтесь, щоб не чути було музика, щоб вона там, десь за горою, або десь з облаків війшла, а щоб чути сердечну музику. Сердечну музику. Брати, сьогодні, чого я вам виставив свою голову бідну? Ця біла голова, що так стала, так себе раз і стала біла. Ця голова була, і лиса тут, ця голова носила ящики, з помидорами кожен ящик важив 15 кілограмів, а треба було 40 і 70 ящиків. Ну, чого ти брати на голову, а руки? А руки не піднімали, руки не мали сили. Те, сяне, склониться і тягне, що господі, господі, ти бачиш, що я раді тебе це роблю, що я хочу, щоб ім'я твоє не хулилося. І приходимо до лагеря, а в лагері рані об'являють, ось такий, ось такий, ось такий, то богомол виповнив норму на 500%. Мені приємно, ви думаєте, то кожен день було, ні, ні, то був такий один слухай. Але що більше ста, почти всігда. А чого? А чого, господі? Я не хочу, щоб кричали, ленивий той богомол, тільки портить продукти, дарма, государство не її, його государство вдіває. А він прийшов сюди отсиджуватися. Брати і сяште, чого я це кажу? Я кажу вам, дітям. Є пісня така. Думають, що даром по кості, по хребту Орала, даром ми сьогодні тут, чого мені їхати? 12 часів. Ноги терплють, хребе терпне. Господі, я хочу ще раз сказати, може завтра я не зможу їхати про тебе, що ти Бог той, який через свої хребів сказав, ми ходимо чим? Вірою, а не відеєм. Добре бачити, добре дивитися на чудеса. Легко тоді. Але не бачити і вірити, що є чудеса. Є, були і будуть. А саме більше чудо, коли затрубить труба Господня, приглашення Архангела, і вгловиня ока, ті, що вживих будуть взяти восхищені навстречу Господу. Отсюда, слава Його. І ми віримо, ми віримо, що так буде, сестру, браті. Наші діти, дорогі, ви вірите, що прийде час, щоб ніхто, я б не хотів би, остався, встав рано, нема тата, нема мами. Я б не хотів. Коли я бував всіх літ, і мені мама ж каже, що так буде, і каже, гляди, сину, бо можеш остатися, встанеш рано, і не буде тата, мами. Я так плачу, на печі русські, як кажуть, що злазити і не можу найти вихода. І сюди, астина, і сюди, астина, і сюди, астина. Шукаю, шукаю, аж поки не впаду на лавку, бо не була лавка на землю. З плачу, з печалі. А сьогодні? Сьогодні в чому ви знаходите утєчення? Де ваше ходження вірою, а не музика. Я не проти, не думайте, але я вже казав, там, за горою, щоб вона приходила або з небес. А тут, яка, тракнути, бакнути, ідеш, буде, бо я вас співаю в серцях ваших Господу. Може таки бути? Не думаю, не думаю. Возьмімося думати, поки ваші батьки, діди, живі, і вам радять, подумаємо, до чого доведе нас мужика. Нам щастя не дадуть. То зроблено людьми. Давайте братися за те, що розроблене Богом. Богом зроблена людина. Богом зроблено серцем людині. Давайте починати серця нашого. І Бог буде задовільняти нас. Не подумайте, що я так голосно, може, свару вас. Я жилання мої виражаю для вас. І я віру, я віру, глибоко віру, чи то в трудний час для вас, чи то не в трудний. І Господь явить свою роботу над вами обов'язково. Якщо Господь сьогодні являє над многими тими, що навіть нікого в роду віруючих нема, а являє їх крестить Духом Святим, не з підп'ятими руками до Бога співають Ісусу Христу. Брати і сестри, будучи в Пінцбурге, в городі Пінцбург, в церкві той, де колись відчутаєте, може, по журналах проповедувала Катерина Кульман. Катерина Кульман нам відпустили робити там служення, нас було мало ще, гроші нас не брали, по хатах хотілося такі ж у церкві десь. І коли ми стали собиратись в церкві, але на молитву по хатах, і зібралися в хаті брати знаєте, і дітей з собою, а дітки і діти на гору. Коли стали на низу бесєдувати, що їм такий щось шум наверху, єдин брат стоїв, каже, йди, добре, Саша, що там такий шум, що там ти, діти? Я приходжу, а вони співаю з піднятими руками, співають духом, співають. Браті і сестри, я не міг, я не міг щось сказати, я не міг, таку спів от нехло, п'ятко, яке так співало, взяти на руки, воно кекло п'ятко, а воно все підняти руки, тримає на руках у мене, і співає, Господу духом. Браті і сестри, таке у Бога є для нас, для вас, для вас, тим більше в послідній день. Вам в лубовую прийдеться з ворогом стати на боргу. Запомніть, прийде час, ви згадаєте ту ютіку і тих істомлених, і зрадених, і змучених, з білими головами, з лисими головами, згадаєте, брати і сестри, оцініте, оцініте, що ви сьогодні шуєте живі приклади, що тих людей ви слухаєте, які старались ходити вірою, вірою, і дійствували вірою. І сьогодні, брати і сестри, Влада давно і казала, що в 70-м році, що тільки по телевізору буде показані, що були колись такі віруючі, а сьогодні, подивіться, що Бог робить, скільки тисячів, скільки мільйонів, скільки ласки Божої спустилось на землю. І сьогодні Бог чекає, чекає, а хибач ми не читаємо, люди, а ви, наджідає в себе, на святійшій віри вашій, моля з Духом Святим, наджідає милості до Господа, для весної життя. Слава Богу! Ви хочете такого, приймайте голови ваші, відкривайте ваші уста, ваше серця, господі, то хочеш, пожалуйста, от я, от я, возьми мене, от я, хай Бог благословить вас, скільки своє, моя життя, вас вже прикладив, що юноши начали з музики, а коли коснувся Господь, і вже сивий, і вже голова біла, і не згадують за музику, а все за Господа, таке, Господнє, добро, таке щастя, як помаже тебе, Господь, Духом Святим, твоє серце, твоє все іство, ти будеш, а як каже пісня, і раєм пустиня глядіть, когда я в союзі з Христом. Що сьогодні не глядіть, і раєм пустиня? Нема союзу. Шукайте союз з Господом. Любі діти, онуки, брати і сестри, і змучені в цій долині смертної тіні. Ще раз, каже, Господі, почуй нас, ще раз вознесемо його, наш голос, Господі, ще ми на землі нашого скитання, ще ми не дійшли, ще не закінчена наша дорога, дай нам нових сил, дай нам святих почуттів, дай нам Слово Твоє власне, власне. Он говорив, як іміючці власть, а не як кніжніки і фарсії. Хай, Господь поможе. І як я, прочитаю Ясофата, дійстоїте, осмотрітельно, в страхи Божі, будьте сьогодні як бідні люди на страх Божий. І для того, то наша бідність з нами нікуди ми не сховається, поки ми другим от злюбленим не скажемо, Господі, як одна сестра, я назву, даже Ліпа, Ліпа, Олімпіада, коли вийшла в 17 років за Фокера замуж, може, хто є тут, що чув це, і знає, оце я, на Вратлі, вийшла заміж, а сама походження з Баптістом і з офіцера совєтського, і поселились в літній лагері, а вони облюбували дом офіцери на квартирах, в постаніцях, і офіцер, чи чоловік на службу, а вона чим найлучшим одягалася і ходила по селі, ходила, мати плакала, мати просила, не йде за його доню заміж, не йде, він комуніст, але хіба послухала, не послухала, пішла, вопреки волі, і мати сказала, тихо, на прощані, доню, знай, що я не перестану, не допущу такого греха, перестать моліться у тебе, і чого вона не сказала, і слова не відповіла, моліся, і коли ходя по станіці, по дорозі, вдруг вона чує, молітва матері, за 500 кілометрів від матері, чує, мати молиться, і просить у помилованні своєї дочери, вона продовжає йти, вона на другий день вийшла, знову слова молітви, Господі, помилуй дочь мою олімпіаду, помилуй, приходить додому, приходить додому, взялася, там, що робити, а голос її знову хаті, каже, восьмі, от, і збитка своєго, і поїді по таку-то вулицю, в такий-то номер додому, там, моє дітьо, умирає з голоду, вона, трижди той голос був, нічого не давала согласію, на третій раз, пойду, Господі, і, кажем, всунула руку в сумку, скільки захватила діюнів, так, всю життя не знала, приготувала щось-нібудь, пошла в указний адрес искати, нашла тот адрес, нашла тот адрес, постучала, отворяє двери, старушка, більш 80-ти лет, єле, єле жива, єле двіжиться, вже 5 суток нічого не їжула і не піла, вона спрощила, і це були п'ятидесятники, п'ятидесятники, вдруг, другая все ходить на баліту, я сокращаю, так, щоб, главное, і в ревності своїй вона попадає як би на небо і видіть, проходять колонни веруючих, православні, католіки, баптисты, там, ноги течення з транспарантами, і на транспаранті написано, хто вони, хто вони, ось такі, як я називав, вдруг видіт своїх баптистів идут, і на транспаранті написано, недостійний мене, вона в ужасі, та старушка, вон, що таке, я всю життя старилась, в церкву ходжу, а она недостійна, і вдруг в церкві видіт, ідет снова група, коли та група начала приближаться, виженна транспаранті говорить, п'ятидесятники, она в ужасі, я ніколи не слышала хтось, а тоді, переубедити її, хтось, не вигляді, ніодного гвоздя тут, а Бог землю ні на що повесив. От цього конфузу в ученого все життя пропало, пропало бесідувати, але вже все жона пригласила, поставила чашку кофе, і почали розмови, і він говорить, коли коби, али, звізда, падає на землю з такою-то скорістю, коли прикасається землі такою-то, коли противоположно летить, то цей удар ужасний, ця катастрофа, говорить, али, по той і всього імеє два класи, що вона знає о космосі, що вона там розбирається, а вона це услышала, говорить, якщо ви не вжищите Господа Ісуса Христа, то вас ожидає така катастрофа, що ви себе представити не можете. Ученій сорвався этот заплас свій і ушел, і більше не приходил. братья і сістрі, видите, що тут таке, так Бог хоче робити. Що з вами робить Бог? Ви внимание своє обращаєте на себе чи немає? А следують кожен день всегда продумати свою жизнь. Вот прошел день, що я сделала хорошего? Що Бог запишет в книгу? А що, я думаю, все здесь те, які знают, що в Бога пишеться книга, що там вся наша жизнь наша отмечається. Не забываем о цьому. І придет время, всем нам додати пресудився пресудився Христово, щоб получить відповідь того, що делал на земле, жив'я в теле, жив'я в теле. Для цього пуст вам Господь поможет здесь, в окружності. давайте начнем искати Господа так, щоб Он сказав нам, що ти хочеш от мене. Господи, я хочу прозреть. Ти хочеш прозреть? Ти хочеш Господа иметь в серце? Ти должна думать, ти должна приглашати Його, ти должна ночі вставати на молитву? Ти должна. Я говорю, потому, що я так делал, имею право сегодня вам говорить. Не буде этого, вас будет тянуть. музика вас буде впереди органи ваші или разные інструменты. Але не в цьому жінь. Жінь только в Ісусе Христе. Я ісім жінь, я ісім воскресенье. Хто верує в мене, що у того, як сказано в Писанні, потекут реки води живой. Сейчас мы снова будем молитись. Брати і сістри, може в кого є желання, може в кого настільки то серце затронуло, що я сама, я сам не в силах, мені нужна допомогу. Бог тебе поможет. Сьогодні ще время благоприятнє. Сьогодні ще йдет набор до времени ожесточення працює в Ізраїлі, поки війде полне число язвичників. Знай, знай, що не всегда буде відкриті. Спіши, спішити сьогодні, спішим сьогодні занять наші місця. Вони ожідають нас, вони ожідають вас, вони приготовлені, вони приготовлені. Пусть Бог благословит, пусть Бог все діляєт. Наверно, неділя пройшла, коли ми вспоминали день, як говорять, в Америкі праздник матері, так? Так, я не знаю, ви вспоминали чи нет, в нас було служення, служення, спеціально, і говорили о матерях, о матерях, о мама, о мама, слово дорогое, її треба дорожити, її ласковою любов'ю, легше нам на світе жити. Счастлив ти, якщо мать твоя жива, є кому помолитися о тебе. Така є песня, не знаю, знаєте ли ви її, я не можу молчати, коли я вижу ваших матерей, казалось би, в Америкі вони должны летати, вони уставші душою, будь, тобі, тобі, ваше матері радувалися вами, щобі діти, И так, братья, когда вы сходитесь, есть у вас псалом, есть у вас поучение, есть у вас откровение, есть у вас истолкование. Все, что это будет в ожидании, найдите мне хоть один листок, говори, что ожидает музыка, что музыка дает жизнь, найдите, вы скажете, а Давид, а Давид, о, широкое понятие, или далеко мы заглядываем, а то, что перед нами, отворачиваемся, не хотим знать. Да благословит вас Бог, да даст вам мир, да исполнит вас страха божественного, да пошлет вам свое благовение. Действуйте осмотрительно, действуйте со страхом Божьим, делайте дело Божье благоувейно, и Он будет с вами. Да благословит всех Господь Бог, ваших матерей, ваших отцов, ваше родство, ваше семейство, ваш город и страну, в которой мы живем. Да благословит Господь, проклоняя колено, сегодня скажи Иисусу Христу, что ты хочешь от Него. Скажи, что есть воля Господи. Я не знаю, в чем есть воля Твоя, а воля Твоя есть благая, угодная, совершенная. Да благословит Господь Бог, каждое сердце, присутствующий в сей вечер, да пошлет Он Дух молитвы, да пошлет Он Свои небесные органы в наши бессмертные души. Молимся, аминь. Молимся, аминь. Молимся, аминь. Молимся, аминь. Молимся, аминь. Этот народ, ты видишь, это творение Твоё, безмертные души, да бы они не оказались, Господи, достояние врага. Но бы они были счастью славы Твоей, величия Твоего, достоинства Твоего, Господи Иисусе, да бы они были славной Дианемой на глазах рук Твоих. А в очи вечной правильной, долго терпеливой, много милостей, не вовек не годуешь, наш любящий. Жалься над нами, жалься, Боже, над этим городом, жалься над Твоими помазанниками, Боже мой, над Твоими утомниками, которые исполнилась душа них, желая возборить Твои, да будет, Господи, окна Твои, да будет лице Твое обращено и открыто для того, чтобы слушать болитвы народа Твоего. Господи, Тебе слава, Творец Небесный, Тебе благодарение, Иисус Христос, вся честь и слава величию Твоему. Тройца Святая, прими благодарность от всего места, от церкви Твоей. Вечный Бог, от ныне и до века. Аминь. Аминь. Вечный Бог, от ныне и до века. Мой, от ныне и до века. Жить для Иисуса, с Ним умирать, Лучшую гору можно и желать. Стоит смеяться, стоит бороться, Стоит за это жизнь убрать. Стоит смеяться, стоит бороться, Стоит за это жизнь убрать. Жить для Иисуса кратно бурдей, И не далека смертная тень, Не удивая, не усыпая, Верно трудиться, пусть нам не верь. Не удивая, не усыпая, Верно трудиться, пусть нам не верь. Жить для Иисуса кратно бурдей, Крест поношенья год разноси, Хочем в жизни, чтобы в отчизне, Слава и бессмертия Верно пурдей, Верно пурдей, Слава и бессмертия Верно пурдей, Верно пурдей, Верно пурдей, Дорогие братья и сестры, мы сегодня, сидя в этом служении, знаете, сердце невольно тревожится, вспоминая то время, которое пережили наши братья, которые пережили церковь в бывшем Советском Союзе, которые, знаете, перенесли эти трудные обстоятельства и многие сегодня говорят, братья, братья, но, братья и сестры, среди нас есть и сестры, которые отсидели так же сроки, и среди нас есть одна сестра, сестра Полина, которую мы сегодня хотели бы, чтобы она поделилась своим свидетельством, как Господь, по милости Божией, провел ее этим трудным путем, что она пережила, когда она была осуждена, где она сидела, какие трудности, чтобы это свидетельство, знаете, осталось в наших сердцах, в наших детей, чтобы старцы, прежде чем оставить сию землю, они могли передать своим детям то, что они могли пронести. Пожалуйста, сестра Полина. Слава Господу! Я, прежде всего, дякую Богу, что мне дав возможность быть на этом месте. Я, напевно, буду говорить погано по-русски, но вы мне не выбачьте, я тоже давно говорила по-русски. В моем сердце было желание очень быть на этом съезде, потому что были минуты моей жизни, когда мне очень много Господь велил своей любви, и я обещала Ему, что где я буду, при каком народе, я везде буду возвышать Его милость и любовь ко мне. И вот сегодня, я вас никого здесь почти не знаю, но мне как бы все родные, потому что кровь Иисуса Христа омыла нас, и соединила своей большой любовью. И любовь Божия вылилась в наши сердца, и она отражается на нашем всем листве, на наших лицах, на наших одеждах, во всем как бы отражается, что мы близкие и родные. И вот благодарность Богу, что я могу быть здесь. Я родилась в 1947 году в семье верующих. До 10 лет я очень плохо говорила. Я много звуков не выговаривала правильно. У меня был старший брат на 7 лет, и он меня называл немой. Это было в очень больном дне. И в 10 лет, 24 мая, я пасла свою корову, и мамы не было дома. Она родила брата моего на 10 лет моложе меня, и как-то, как мать, нет хозяйки, как дом, как будто сорота. И я под таком впечатлении решила довериться Богу. Говорю, Господи, если бы Ты меня научил молиться, я бы Тебя просила, чтобы Ты меня научил выговаривать правильно все буквы, правильно все звуки, чтобы меня не называли немой, чтобы меня учительница могла спросить, и я могла прочитать нормально. И я только умела молить в очи наш. И когда я начала молиться в поле, у нас было собрание в нашем доме, но я, так как пасла коров, я редко когда присутствовала на собрании. И никогда я не слышала, чтобы кто-то говорил на иных языках. Я даже не знала, что мои родители есть пейдесятники, у нас были баптисты. И еще других, потому что наш город был военный, и к нам приезжали, кто приехал, кто Господа искал, приходил в наше собрание. В нашем доме было собрание. И когда я так молилась, и Господь кресил меня Духом Святым, я не знала, что этот Дух Святой наполнен мое сердце. Мне кажется, что я была как бы в воздухе, не знаю, если я открыла глаза, как будто река была надо мной, или это было на береге, если бы кто-то со стороны видел бы, то была я восхищена, или это только мне казалось, не знаю. Но я получила большую радость, и действительно, любовь Божия ввелилась в мое сердце тогда. И когда пришла меньшая сестра, говорит, до дома надо идти уже, корову доить. Я говорю, пошли молиться, меня Бог научил молиться. Она говорит, смотрит на меня, ты хорошо говоришь, ты все слова выговариваешь. И когда мы молились, она говорит, что, и тебя Бог Духом крестил, нас дома, моя сестра приехала старшая, они молились дома, и дома, в то время у меня в поле Бог хрестил Духом. Это большая знака, которую мне Господь даровал по великой своей милости. Ну, проходил я года. Я была молодая, в городе, знаете, как бы, немножко притупливалась от Любови Божьей. Была в училище, отдельно от дома, было всяко, как бы, мир тянул свое. Ну, я благодарю сейчас маму, и за то, что я, когда я уже кончила училище, была дома, и мать меня просила всегда почитать ей утром. Я на смену и шла на шесть, а она в пять просит. Прочитай мне слово Божье, ну, я не вижу, мне плохо. Я иногда с небольшой, с такой небольшой ухотой, ну, думаю, надо послушать, почитаю. И я маме читала главу или две, когда, как успевала. И это мне очень пригодилось потом. Я очень была благодарна Богу, что мама меня заставляла в этом. Я маме не отказывала, потому что были... В 71-м году я вышла замуж, в 72-м я родила первую дочь. Я очень была привязалась к дочери. И мне казалось, что это такое существо, что его как-то нет больше любви как к дочери. Мне казалось, что я ее больше любила даже мужа и всего на свете. И Господь, наверное, видел это и послал меня такое испытание. Они еще в роддоме мне давали дитё, ну, давали, уже накормили дитёк в груди. Они хотели, чтобы дитё умерло и сделать, как будто я принесла его в жертву. Но Господь не допустил это. Я благодарна Богу. Потом вертелось много. Всякие хотели нас усудить. И сначала усудили моего отца и еще одно новую веру, потому что у нас в церкви прибавились некоторые верующие, большая родня одна. И вот врагу это, наверное, не понравилось. Через месяц забрали еще двух братьев, а меня вызывали как будто свидетеля. А потом следователь сказал, мы, наверное, тебя возьмем тоже. И когда мне так сказали, я пришла, у нас был брат из Улынской области. И говорит, если они тебе так сказали, они тебя, наверное, возьмут. А тебе давали что-то подписывать? Я говорю, ничего не давали. Ну, тогда уезжай ко мне. Куда ты уезжай? А я говорю, как уезжать? Потому что они будут тебя брать на подписку. Если ты дашь подписку, ты не должна ехать. Никуда. я поехала в город Гороху в Луцькой области. Там жила моя сестра. Я остановилась с детьми у нее. Муж мой был в Латвии на лесозаготовках. Мы взяли участок по строительству и он был там. И вот когда вызывали все время что-то хотели вытянуть, чтобы судить наших братьев. И сказали маме и моей сестре, что пока я не появлюсь, им не дадут свидание с мужем. И сестра моя позвонила, я говорю, если такое дело, так я приду. Я пришла, а мама говорит, говорили, что какое-то дело закроют и ты должна быть коржу, что ты приехала. Я с дороги остала ребенка, прибежала туда, а он говорит, ну, пришла как сама на Камкан. Мы дело хотели закрыть. Коржу, что ты есть. Дал мне подпись про невест. Я тогда не понимала, что это такое, какие-то законы есть. Но я там вижу, что на то была воля Божия, я благодарна Богу за то. Это было где-то в августе, а в декабре нас судили. Судили целый месяц. Что-то собирали, ну, такое. Дали мне два года, отцу четыре, еще одному брату четыре, нам по два, одному, полтора. Так как у меня был ребенок, малый, грудной, мне дали отстрочку, и в 73-м году, 20-го сентября, я пошла уже сентября, остановка была, потом поехала в Одессу. Это было в 73-м году, в декабре месяце, и приехали в Одессу, в Одессе тогда было 22 градуса, это было 22-е число. И вот даже говорили, что 22 градуса и 22-е число, а вот если редко, когда такие морозы были. И вот нас с Вороньком разводят по Одессе, там много лагерей, разводят в разные лагеря. Меня самым первым привезли в мамский лагерь, а говорят, не принимают. Не принимают из-за того, что там какой-то ТИФ, и ребенка не могут принять в лагерь, куда-то будут отправлять иначе. Ездим по Одессе, по всех, а ребенок плачет, хочет, мокрый, перевинуть его. Ну, я прошу, завезите меня в какое-то помещение, чтобы ребенка перевинуть. Ну, кто там, солдаты обслугивают, никому боль моя не нужна. Я, Господи, ты видишь, что ребенок кричит, я его должна покормить. Он мокрый не будет кушать, потому что два месяца я был хороший уход за ним. Я на морозе, извините, мне вытянула грудь, перевиваю его, эти пеленки прямо мороз хватает, твердый. Пока я ему хотела грудь сунуть, это сосулька уже с груди. Вот. Я ее прижала, накормила, и вот какой милость Господня, он меня не заболел. Два кормления меня было на таком большом морозе, и ребенок мой был тогда здоров. Это большое чудо, я считаю, потому что это трудно поверить уму людскому. потом вернули меня снова на Ивано-Франковск, Ивано-Франковск, я думаю, еду я домой. Несколько дней перебыла в Ивано-Франковске, и тут вызывают на этап, и на этапе мне дают четыре, на четыре дня паек. Я думаю, ну как на четыре дня паек, если домой ехать только сутки. села я воронек, и сижу и думаю, господи, продукты какие были, у меня там сушеное молоко, все, я по дороге кому раздала, кому, так, я думала, еду в зону, оно мне не нужно, запасов еды очень мало. Дали мне это сыр голландский и белый хлеб, как мамочки, а кипяток уже или просто воду в вагоне. И что ждет ребенка? Ребенок на искусственное трудно перевезти, нечем, а вроде мало молока, и что я должна делать? Сел воронек и так пред Богом я эти все вопросы говорю. Когда спрашивают меня там напротив меня, я сижу так перед кабиной, один солдат с одной стороны, другой с другой стороны охраняет меня, а я ребенка так держу на руках. и думаю, у меня письмо есть, я должна как-то сообщить своим, потому что они переживают, муж, мать, родня вся, где я, я уже так долго в этапе, 2 октября, 2 октября я выехала как раз моему сыну, то есть декабря, 22 месяца было, и это уже конец декабря, и думаю, они переживают, где я и что, должна сообщить, и вот как я быстро там написала, что я еще перед уходом, что я на 4 сутки куда-то еду, не знаю куда, и это письмо прошу украинец возле меня дать, а он там раскричался, а такой у нас служили, говорили нацмены на них, ну, всякие такие узкоглазые, они, мы когда-то в детстве думали, что это такие другого сорта люди, они ели картошку сырую, кукурузу сырую, я никогда не думала, что они что-то может хорошее сделать, такое у меня было понятие у людей, и я прошу его, возьмешь письмо, он говорит, давай, и это письмо дошло, и я еще раз поблагодарила Бога, что на человека очень тяжело надеяться, Бог знает, и располагает сердца всяких людей, если это его воля есть, и вот когда я молилась и плакала, вот, один заключенный говорит, почему мамочка плачешь, куда едешь, я говорю, не знаю, а за что сидишь, я сказала 209 статья, она говорит, бедная, верующая мамочка, и тут я сижу и даже не знала, они организовали и там расшатали этот дворенек, прибежали эти офицеры с ружьем, с овчарками, что случилось, в какой лагерь едет мамочка, они им сказали, он мне объяснил уже таким языком, что еду в Чернигово, в Чернигово это такая вторая судимость, но зона лучше, в Днепроджердинску, в Днепроджердинску это заразная зона, я поблагодарила Бога, потому что, знаете, неизвестность всегда пугает, что я знаю хоть куда я еду, ну и так два года я благодаря маминым становлениям и то, что я прочитала, она часу, часу эти слова мне повторялись, это слова Божьи, потому я говорю к юношам и девицам, что вот ваше время сейчас, сейчас как бы запасаться словом Божьим, каждую минуту свободную, если вы имеете, читайте слово Божье, потому что вы идите замуж, или другие будут заботы, вы то не сможете сделать, и память уже не та, и слово как бы труднее доступно, в молодости очень-очень оно доступно, мне кажется, и самое такое полезное, это я бы хотела, чтобы каждый, каждый, потому что в жизни я очень счастлива, не потому, что там у меня муж и шестеро детей, 15 скоробуднюков, это благословение Божье материальное, но вот из-за того, что в лагере мне большое дало, что характер мой сформировался, там, знаете, много людей, разных сортов, как-то я была очень обидчивая, но Господь ломает иногда характер даже в таких условиях, не всегда в хороших, и вот на каком бы месте ни было, ни были, это если человек живет по правде, то самое главное стараться, чтобы никогда неправда не выходила с уст твоих, потому что если неправда выходит, тогда очень человеку трудно, он пожинает свою неправду и ему в жизни очень трудно, а если правдой живешь, Господь всегда избавляет из всяких сетей, из всяких недоброго, и вот когда каждое утро встаешь и говоришь Господи, поражаю тебе сегодня день, и все мысли мои пускай будут у тебя, и что ждет меня в дню, все предоставляю тебе, и так легко, так хорошо, когда доверишься с самого утра к Богу и идешь спокойно на работу и все, что встречаешь, Господь тебе помогает преодолевать всякие искушения, испытания, и в этом дне, когда проживаешь, каждый день имеешь свои испытания, свои искушения, но когда идешь с Иисусом, это большое счастье, потому что все время чувствуешь, что рядом кто-то есть с тобой, рядом кто-то тебе говорит, то не говори, то нельзя, или то сделай, или то сделай, и что большое счастье в том, если кто-то чувствует, что кто-то тебя недолюбливает, или ты кого-то, кто-то тебе не нравится, и Бога просить любви, Господи, помоги мне этого человека любить, помоги мне не обижаться него, помоги мне любовью побеждать, и вот тогда Господь дает силы, и тогда имеешь много друзей, и вот какие бы люди характерами не были, если им несешь любовь, они отвечают тебе любовью, и вот если больше воздаешь любви, и больше получаешь любви, самое больше получаешь самое быстрее получаешь это в сердце, потому что сердце наполняется радостью, и когда нет никаких врагов у тебя, нет никаких у тебя таких лукавств в сердце, это очень хорошо, это я думаю, что это только от Господа, и Господь может, он сердцевидец, и он знает, кто, как, если довериться полностью Господу, это большое счастье, жить по Его чтобы юноши, девушки, которые не знают, что их ждет впереди, какая судьба, что их ожидает, чтобы они полностью, полностью положились на Господа, и Он управит их путем, есть это написано в Библии, но это есть и в жизни, это точное определение, потому что Господь знает, какую судьбу Он должен дать, и что Он лучше знает, человек сам не выберет, и Он знает, как с таким человеком обойтись, что Ему лучше, Господь думает не только про этот материальный мир, Он хочет нас спасти, Он хочет, чтобы наши души, было вечно с Ним, Он хочет слиться с нами, и мы будем очень благодарны Богу в небесах, за наши как будто неприятели, или таких, потому что они нас как бы толкают в вечность, они нам говорят, что мы верующие, мы не должны этого делать, и мы когда слушаем, прислушаемся, может нам и неприятно, иногда бывает, если нам говорят правду в глаза, а когда мы прислушаемся к этому, нам хорошо туда становится, мы себя воспитываем, и мне кажется, это так, как написано в Пешене, с самого начала надо искать Царствие Божие, а потом все приложится, и действительно, если мы искаем, ищем все время Царствие Божие, и мне кажется, Царство Божие уже у нас в середине, в нашем сердце, когда Бог живет с нами, в нашем сердце, это уже большое счастье, и когда мы каждый день ищем встречи с Господом, каждый день мы стараемся быть чуткими, что нам Господь говорит, или через Писание, или через песню какую, или даже через людей, не верящих, Он иногда нам говорит, что мы плохо поступаем, или нам надо исправиться, мы все должны принимать, как с руки Божьей, и за все быть благодарны Ему. Спасибо вам за внимание. Я уверовал в 1946 в 1946 году принимал хрещение на Троицу, в 1947 году я женился, прожил и с женой четыре месяца, забрали в армію, завезли в Москву, отказался от военної присяги, сидел у двоих застенках КГБ, в Москве, в Москве, в двоих тюрмах в Москве, в трех лагерях подмосковных. 9 мая погрузили нас в большой эшелон, 1200 человек в товарные вагоны, по 50 человек в вагон, и повезли нас на Дальний Восток. Целый месяц мы ехали, были такие моменты, что за нарушение этапного режима нас били деревянными молотками, какими обстукуют вагоны. И нас ганяли из одного кинца вагона, чтобы мы перебегали в другий. А четыре человека с молотками посередине вагона, где двери открыты, стояли, ну и были цими молотками. Были такие моменты. привезли нас на Дальний Восток в так называемую бухту Ванино. Там было девять зон, разделены приблизительно по 200 метров такими вулицами между ними. Это у каждой зоны было пять-шесть тысяч заключенных. Это где-то до 40 тысяч было заключенных. И этих заключенных поглощала Колыма. За один сезон отправляли их на Колыму. На Колыме побывал у трех лагерях. И с Колымы выхода не было. Пока был живый Сталин. Там або люди не выдержали, погибали, а кто выжил, то не отпускали домой. Но после Сталина это все немного изменилось. Через три года я был в подмосковных лагерях и три года на Колыме. На Колыме очень страшные морозы, так что дыхать нема чем. До 50 градусов до 55 градусов у нас было таки правила в наших лагерях, что 51 градус то актируют день и не выводят на работу. Но мы не проверяли сколько там и как эти градусы были. Мало таких днів было, актировали, что нас не выгоняли на работу. А большинство все на работу. Дышать нема чим. Настолько сильные морозы, что вот так в полу дышишь так, чтобы ну как можно было дыхать. На цюй колеме я пробовал три года, после Сталина разрешили выезд. Ну что там делалось в лагерях? Это немного долго время займет, я не буду говорить, через шесть роков я вернусь домой. Это такая краткая биография лагерей. А в настоящий час я хочу напомнить, где уже было прочитано сегодня. бодрствуйте, трезвитесь, ибо противник ваш дьявол ходит как рикающий лев, еще кого поглотить. Вот. И так по моей думке я пригадую соби, что мы это время пережили, где противник дьявол как рикающий лев и шел, это было видимо, это напрямую. Мы знали его и видели, как его сохранить. А в настоящий час совсем изменилось положение. Сегодня мы его не видим, как рикающий льв. Мы сегодня не знаем, кто наш друг, а кто враг. Сегодня все изменилось. это освобода дала всем свободу. И под этой свободой он проходит сегодня совсем не рикающим львом. Он проходит тем, что сам, как уже брат говорил, что показал пальцем на небесный Иерусалим уже не рикающий льв, а под видом Иисуса Христа. Только как взяти напрямок, то знаете, залежит от какого расстояния объект. И если взяти допустим 100 метров и чуть-чуть навести пальцем мимо, то уже на тих 100 метрах от того объекта это может быть 50 або 60 метров что может 100 метров в стороне. Под видом этим сегодня он действует разными способами. Подивися, братья проповедуют хорошо, спевают, как уже брат говорил, что музыка играет. Все это все очень хорошо. Групы прославления, сила действует, что наставил руку або махнул рукою, все, люди падают от какой-то силы. Это все действует, это все хорошо, это все сегодня прольщает, особенно нравится это все молодежи. И как уже братам было сказано, что колись, как я уверовал, то мы спевали такой псалом, не музыки, не танцы, вам счастья не дадут, а юный друг послушай, они обманывают. А сегодня, когда уже я постарел, я чую совсем інший спев. Уже сегодня спевают гитара играй, играй, Иисуса Христа прославляй. Сегодня я таки чую спев, и вот у меня постоято такое питание, а когда это было правда, или то тогда, как мы спевали такой псалом, или сегодня. И таких питаний сегодня стоит очень много. И то, что с нами произошло, как мы там были в заключении, меня сегодня очень мало интересует. меня сегодня интересует настоящее положение. И я бы хотел висвятить деякие начатые положения, но это не сегодня. Я сегодня только хочу коротко сказать. Мы читаем у книги Битие, где Иаков сказал и применять одежу. Он и с этим грузом, который его дом нис, он не мог воздать славу Богу, он не мог принести жертвы. И сегодня положение такое же. Для того, чтобы мать общение с живым Богом, то нужно переменять одежу, нужно все идоли выкинуть, так, чтобы сегодня не Якову отдать это все, потому что сказано, что Яков это все закопал под дубом, где-то так, что никто не знал, чтобы их не достали обратно. Так сегодня, чтобы отдать цие идоли, друг перед другом, выкинути их и приближаться к Богу, потому что уже братьями было сказано, что час приближается. Мы не знаем, что будет впереди, но Бог знает, но наша цель, чтобы попасть в тот город, где не будет больше противник нас преследовать. Чтобы попасть в тот город, нужно принести жертву Господу, чистую жертву, безидолию, перемените одежи. И сегодня, как вы знаете, что ци одежи сегодня христиан показывают, что показывают, что это за христиане. Это все, что сегодня существует. Воно показывает, куда мы идем, и что будет с нами. Поэтому на закинчение мы помолимся, чтобы Господь помог нам висветлите все направление, которое мы маем идти, каким направлением мы маем идти, и принять это все до сердца и поделиться, как нам быть дальше, или быть в теплом состоянии, или холодном или холодном состоянии. Поэтому у нашей молитве мы скажем это все перед Господом в данный час и попросим, чтобы Он нам открыв настоящую дорогу, вузкую дорогу, которую мы слышали, братцы говорили. Потому что широким путем и где людей много сегодня. А вузка двер и вузка дорога ведет в жизнь вечное и не многие находят их. Хай Бог благословит, а мы будем молиться. У нас еще нужда есть. Брат Жуш Майора подал записку, чтобы помолить за его жену. Вона больная. Пусть Бог благословит и будем молиться. Будем молиться. Ваш об б бог благодарим тебя Бог и слава тебя. Мы славим тебя вечную Бог и милой любовь. Продолжение следует... 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 которые Его пьют к Тебе и просят у Тебя, чтобы Ты подал помощь, являй помощь, Господи, да безус народа Твоего возносила слава, возносила схвала Тебе, возносила благодарность Тебе, Господь, мы благодарим Тебя за этот час общения, мы благодарим Тебя за Твое Слово, мы благодарим Тебя за Твою Божественную науку, славим Тебя и благодарим. Ты предупреждаешь нас, Ты наставляешь нас, Ты открываешь нам истины Твои. Слава Тебе! Благодарим Тебя за все и просим у Тебя, благослови наш расход из всего места и позволь нам завтрашний день опять же прийти на это место, опять вспоминать милости Твои и за все славить Тебя и благодарить Тебя. Аллилуйя! Господь наш, благослови, Боже мой, тех наших братьев, сестер, гостей, которые будут завтра ехать, носи, Господи, в эту церковь, в этот город, Господи, благословляй их в пути, охраняй их, Господь. А за те этих братьев, которые уже с нами, мы благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь, что Ты чудный Бог, все устрояешь и хочешь, чтобы имя Твое было прославлено, прославлено через народ Твой, через церковь Твою, через тех, которых Ты избрал и поставил. Слава Тебе! Пусть мир Твой будет в сердцах народа Твоего, пусть мир Твой будет в нас и вдохновляет нас Господь. Сила Твоей благодати, чтобы мы совершали дело, на которое Ты послал нас, и чтобы мы Его, Господи, совершали для славы Твоего, Святого имени. Да будет благословенно и прославлено вечное, чудное имя Твое, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Слава Господу, братья и сестры, за свое служение, которое Господь позволил нам совершить. Завтра у нас служение из десяти часов. Я думаю, наши братья и сестры, которые дали уже согласие, они в дороге будут ехать. Будем просить также у Господа, чтобы Господь все устроил, и дабы завтрашний день тоже был во славу нашего Господа. Может, еще кто хочет сказать, приветы мы будем передавать завтра и принимать приветы. Поэтому пусть Бог благословит всех наших братьев, сестер, гостей. Постарайтесь, братья и сестры, наших гостей разобрать по домах, сколько есть. А завтра, конечно, будет больше субботы на воскресенье. Пусть Бог устроит все, дабы мы оказали гостеприимство для наших гостей, дабы они помнили нас, Ютику и народ Божий, живущих в Ютике. Пусть Бог благословит ваш выход с его места. Слава Ему за все да будет во веки. Аминь. Пусть Бог благословит. Слава Ему за все да будет во веки. Слава Ему за все да будет во веки. Слава Ему за все да будет во веки. Итак, дорогие друзья, братья и сестры, мы все сегодня на этом месте, чтобы как свидетели, одни как те пережившие в своей жизни трудные времена, а другие, чтобы выслушать свидетельства наших узников. Поэтому мы будем готовы, с готовым нашим сердцем, я верую, мы уже приехали на это место. Поэтому, да благословит нас всех Господь, укрепит нас силой Святого Духа и исполнит наши сердца, чтобы с ее служения было не служение буквы, но чтобы сам Господь и сила Святого Духа в обильной мере руководила нашими сердцами. И это семя падало в нашу сердечную почву и в свое время принесло обильный плод. Итак, наша просьба ко всем братьям, сестрам, узникам. Кто приехал и находится в этом зале, братья, сестры, если вы еще не зарегистрированы, мы просим вас, пожалуйста, запишитесь, дайте нам знать о себе. Братья, если здесь в этом зале сидят сестры, бывшие в узах, пожалуйста, займите место на первой скамейке наверху. Братья, которые были тоже в узах, пожалуйста, поднимитесь наверх и дайте нам об этом знать. Братья, которые были в узах, переходили тоже трудные времена, пожалуйста, поднимитесь наверх, займите первую скамейку здесь наверху. Итак, да благословит на себя Господь. Мы прежде всего, как написано, без меня не можете делать ничего. Поэтому мы, вставши на наши ноги, попросим Божьего благословения, чтобы Он благословил всех нас. Аллилуйя, благословит на себя Господь, благословит на себя Господь, благословит на себя Господь. Слава вечная Тебе, Господь, добрый Иисус, и славу Тебе приносим. Мы благодарность Тебе приносим, что Ты нас спас, что Ты нас обрадал, и что Ты спунил о нас, мой Боя, и Господь, благословит на себя Господь. Аллилуйя, 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 Добрый любящий Господь, Господь наш, Аллилуйя, Аллилуйя. Наш добрый любящий Иисус, сей день, завтрашний день, от Тебя и дивно в очах наших, я веру и знаю, что многие рядом сидящие братья и сестры не думали о таком благоприятном времени, что они встретят. Но мы встретили Тебя, Господи. Мы имеем общение у ног Твоих святых, и за это искренне Тебе благодарны, Иисус. Мы верим, что Ты сегодня хочешь силой Святого Духа коснуться каждого сердца. Мы верим, что Ты сегодня уже исполняешь силой Святого Духа братьев, которые переживали трудные времена в свое время. Они донесли этот горящий пламень, это знамя любви, последние дни нашей жизни, последнее время, Господи. И они хотят передать юным сердцам. Я особо прошу Тебя за молодое поколение, которое воспитывается в настоящее время, во время свободы. Господи, Ты знаешь, как эта свобода действует на юные сердца. Мы просим Тебя, помоги, чтобы они в страхе, в трепете ходили при Тобою, чтобы семя истины падало в их сердца в обильной мере, и они были послушны Тебе, они были послушны Твоему голосу и могли взять уже это пламя, это знамя в свои руки и донесли, Господи, во имя Твое мы обращаемся, просим, благослови свое служение. Всех братьев, которые уже присутствуют на этом месте, бери в свой удел, а те, которые в пути, Господи, и намерены быть на сегодняшнем вечернем служении, на завтрашнем, утрешнем служении, мы просим, благослови их путь, благослови их и устроимся для славы Твоего Святого имени, просим Тебя, будь с нами, благослови и прославься, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, когда мы будем петь этот псалом, пожалуйста, если есть сестры, чьи мужья были осуждены за Слово Божие, в зале, пожалуйста, пройдите на первую скамеечку, время пения псалма, нам легче будет координать собрание, дать вам возможность быть участниками, пожалуйста, без стеснения сестры можете пройти, пусть Бог благословит. Общим пением поем псалом номер 683, 683, отраду небесную для сердца. Нам послал Отец, нам послал Отец, для радости ясной собрал Он нас, честь Ему за эту часть. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Бог призвал нас В черный свет Чёрный свет будем рад даваться днём. В собрании во имя Его Иисус Быть сама обещал, быть сама обещал. Он хочет, чтобы вечный нам с Ним союз. Благодать и возрастам. Всем привет! Прождём сёстрам! Всем привет! Бог призвал нас в чудный свет. Будем рады вам своём. Мир этот не знает от рады той, Что Господь нам дал, что Господь нам дал. Могиться мы будем, что Бог мой, Вечно с нами пребывал. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Прождём сёстрам! Всем привет! Всем привет! Бог призвал нас в чудный свет. Будем рады вам своём. Слава Богу! Я читаю Украинскую Библию. Читаю книгу Еклезиаста, 3 глава, 1 стих 10 и 11 стихи. Для всього свій час, і година своя кожній справи під небом. Десятий вірш. Я бачу роботу, що Бог дав людским синам, Щоб трудились над нею. Усе він пригарним зробив свого часу, І вічність поклав їм у серце, Хоч не розуміє людина, Тих діл, що Бог вчинив. Братья уже передо мной говорили о том, Що сьогодні повторна я встреча. Хоча ми вже десяток років, І няколи більше, як живемо в Америкі, Але почему-то у нас були інші зроби, інші проблеми. І тільки год назад ми зробили таку першу встречу узників. І Бог благословив нас. Слава Богу! Я прочитав це місто всім своє час, І всякі вещи під небом. Я думаю, що настало те час, Що ми змогли второй раз опять бути в Ютиці. Та ж саме церкова організувала нашу втору встречу. Ми благодарні містним братьям, сістрам, А наиболее благодарні Богу, що Он нам дал таку встречу опять в этом году. І, дорогі друзі, братья і сістрам, перед тим, як ми прийдемо, що братья будуть свидетельствувати о той більшій милости Господній кожному з нас, о тому, що дал Бог переживати які-то отдельні минути нашої життя, іногда безвыходній, казалось би. І в таких трудних обстоятельствах ми могли більше і більше ощущати присутствие Бож'я. Я знаю, що кожен, я говорю на собственному опыте, і знаю, що кожен із нас, пережив віддельні такі минути в житті своїй, міг почувствувати, наскільки близок і реальний Господь в житті. Я знаю, що во многих остались минути, які як би запечатлені в серця на всю житті, коли, казалось, Господь стояв совсем рядом. І тому, перед тим, як братья будуть свидетельствувати, я хочу пригласити вас всіх к молитве, щоб Господь благословив нас від начала і до конца своїм присутнім. Тому, братья і сістрі, ми встанемо на наші ноги, на колені, братья предлагають встати на колені, поблагодарити Бога, що цей благоприєтний день настал у нас второй раз здесь, в Америке. Здесь условії жизни у нас другие, но щоб Господь помог передати нашим молодому поколению наше переживання, і щоб эта ревність в служенні Богу могла пройти через всю їхню в настоящее время молодую жизнь і до конца, до старости. Пусть всех нас благословит Господь, ми поблагодарим і попросимо його присутствие. Амін. Станем колені. Амін. 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 гостей, братьев, узников, которые прибыли, и еще прибудут, потому что еще в дороге находятся, но все те, которые есть, они сегодня будут свидетельствовать о великих милостях Божьих. Я хотел бы сказать, цель нашего служения, чтобы имя Божье было прославлено. Амин. Чтобы его вечное имя было прославлено. Оно прославлялось прославлялось, прославляется и будет прославляться, и будет вовеки прославлено. Амин. Вечный Бог, который усмотрел этот день для нас. Мы будем просить, чтобы Господь благословил нас. Мы уже просили, но мы будем пребывать в молитвенном духе, чтобы Господь благословил каждого брата, который будет становиться на это место и говорить, свидетельствовать о милостях Божьих. Сегодня у нас есть братья. Вначале будут, после пропетого псалма, брат Лобоцкий Старославянского союза. Он скажет приветственное слово. Затем скажет приветственное слово брат Самарский Владимир от другого союза. Затем у нас есть брат Глеб Якунин. Это вы знаете, может быть, имя этого человека вы слышали. Это правозащитник Хельсинского соглашения, через которого, можно сказать, совершались великие дела вместе с другими братьями. Он трудился в этой области, чтобы мы с вами были здесь. Поэтому в его есть что сказать, есть чем поделиться о этом великом движении, которое было в нашей стране, чтобы те люди, которые были ущемляемы властями, они имели свободу и обрели эту, можно сказать, имели это время, которое мы имеем, выехать с Советского Союза. И после этого наш брат Гурин, Петр, епископ с Украины, он тоже скажет свое свидетельство и в дальнейшем мы будем говорить, кто будет говорить. Пусть Бог благословит всех участвующих в этом служении. Наша жизнь это Бог, наша радость Иисусе наше счастье решнем вновь огнем. В неразрывно едино семейном союзе за Христом мы пойдем, пойдем, пойдем. В неразрывном едином семейном союзе за Христом мы пойдем, пойдем, пойдем. Он наш стар, наш отец, наш хранитель, он верный, глупший друг по рукой без слез. В нем любовь неизмена и нет окачанья, глубже моря она ярче солнца и звезд. и звезд. неизмена неизмена и нет окончанья, глубже моря она ярче солнца и звезд. и звезд. Иисус вот наш год с ним рассветы и закаты честь всю жизнь и мятов пронесет. Иисус за того кто за нас был распятый по следам его пойдем, 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 иисус одного кто за нас был распятый по следам Субтитры создавал DimaTorzok 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 Христос сказав Субтитры создавал DimaTorzok 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 Знаєте, чому я вибрав ту обітницю? Бо як та обітниця буде реальна, що Христос є зі мною То всі другі тисячу, вони будуть реальні Слава Господу! Бо він їх дав для мене Прочитаю я один вірш З побажанням для всіх присутніх на цьому зібранні Особливо братів, бувших страдальців за Христа То буде відкриті, другий розділ, десятий вірш Не бійся того, що маєш страждати Братя вже постраждали І сестри вже постраждали А ми молодші А особливо ще молодші навіть за мене Прийдеться щось переносити Зараді Христа і зараді Євангелії Але Слово Боже каже Не бійся того, що маєш страждати Я думаю, що сьогодні, коли братя, які страждали Дивляться назад Я думаю, що вони переживали якийсь страх до якоїсь міри Але коли вони дивляться взад Як Господь чудово їх провадив Визволяв, охороняв То вони кажуть собі Чого я боявся? Боявся, бо не знав, що буде Але Господь обіцяв, що він буде з нами І щоб ми не боялися Слава Господу! Не бійся того, що маєш страждати Ось диявол вкидатиме декого з вас До в'язниць Щоб вас випробувати І будете мати біду десять день Будь вірні до смерті І я тобі дам вінець життя Слава Господу! Вірність Господь вимагає Я, знаєте, маю такий маленький бізнес І мавши маленький бізнес Не раз їдеш, договори маєш Про роботу з людьми І даваючи їм ціну Вони не раз кажуть, що то за висока ціна За дорого А я кажу, ну а скільки ти думаєш Заплатити мені за ту роботу? Ну він каже, стільки то Я кажу, знаєш що? Мені навіть не варта Мої інструменти з мого трока здіймати За ту ціну Мені не варта за ту ціну здіймати Мої інструменти з трока Бо я оцінюю ту роботу, що вона стільки коштує Не варта працювати, коли нам добре не платить Ніхто з нас не хоче працювати Дорогі брати і сестра Дивлячись на переживання всіх цих братів І дивлячись навіть на труднощі, які ми не раз переносимо Зараді Христа Питання повстає, чи варта тому всьому Я словом Божим хочу завірити тебе і себе Варта, дорогі брати і сестра Бо Христос каже, що він дасть нам усім вінець життя Слава Господу Хай Господь вас благословить Брати і сестра Я себе не считаю узником Хоча мені пришлося нескільки раз бути в камере Короткий срок, але нескільки раз І, конечно, за це время Господь многому научил Господь показал многое І Господь сделал многое, що є що і розказати, є с чим поделиться Але зараз я стою перед вами, щоб сказати Ось приветственне слово нашим дорогим братьям-узникам Которые більше меня сидели намного дольше Пробыли в вузах Остались верны Господу нашему Иисусу Христу Не посчитались ни с чем Потому что знали цену, что стоит трудиться, стоит бороться Стоит за это жизнь всю отдать Слава Господу нашому Они не посчитались семьями своими Которые оставили Оставили так положившись на Господа И тогда, конечно, были гораздо труднее времена Трудное материальное положение было Вот, очень трудное Даже когда они работали И то не хватало, не хватало, чтобы прокоренить семью А тут вообще уйти из семьи Уйти от семьи Друзья дорогие Но я хочу сказать Вам тем, которые не были никогда в вузах Не были в камерах Да, когда мы были в камерах, друзья То это было особое время Особое переживание Тогда каждую секунду нужно было быть с Господом Каждую секунду Каждую минутку мы искали Господа Потому что нужен был Господь Нужен был Господь противоставать всем этим козням дьявольским Всем этим нападкам Всем этим угрозам Вот Но, друзья Я скажу, что сегодня нужно не меньше бодрствовать Не меньше бодрствовать Потому что, вы знаете Господь нас проводит тесное время Такое или тесные такие моменты жизни И пространные такие моменты жизни И вы знаете, я вам скажу Что для многих людей Легче переносить гонения и страдания И остаться верных в них Нежели жить такой вот, значит, жизнью свободной Вот, пространной И, знаете, остаться верным Господу Как раз вот это относится сегодня К молодому поколению Которые не были в УЗах Может быть, и не знаете, что такое УЗы Что такое УЗы Но сегодня Сегодня испытание совсем по-другому По-другому Я помню, когда-то читал в Советском Союзе Одну газету И там вот Описывалось о том, что Когда были трудные времена Когда, знаете, был недостаток большой Это мирская женщина писала Вот То мы какие-то такие были близкие Родные Помогали друг другу Делились последним кусочком хлеба Когда же настало благополучие Благополучие Люди стали жадные Люди стали скупые Люди стали недружелюбные Люди не стали друг к другу ходить Друг друга посещать Узнавать Помогать И так дальше И она заключает свою статью Конечно, она там много написала И заключает свою статью такими словами Что испытания трудностями Испытания недостатком Вот Войною мы выдержали, говорит А испытания благополучием и достатком Мы не выдерживаем Братья и сестры Это относится к христианам Не так просто сегодня Не так тоже просто сегодня Кажется, все есть, все хорошо Вот И враг сегодня И такое вот посылает Вот враг, знаете, сегодня хитро так Он не запрещает Сегодня не садят тюрьмы Не садят тюрьмы Но как много сегодня христиан Сами себя посадили в узы Сами себя сделали рабами Суеты, похотям, удовольствиям Сами себя посадили в тюрьму В тюрьму Друзья, хотя вот Христос дал нам свободу Быть свободными от всего Но быть рабами Господу нашему Иисусу Христу Братья и сестры Братья, которые сидели в узах Они бодрствовали Потому что было трудно И я помню Один такой Один служитель Освободился от очередного срока Очередного срока Не первого, не второго По-моему, от третьего срока Освободился И его сразу КГБ вызывает И говорит Ну что, будешь еще гореть? Он говорит Это зависит от вас Как вы будете меня шуровать? И вот, братья и сестры Я не скажу, что этот служитель Божий Горел от того, что его КГБ шуровало Я знаю, что он был наполнил Духом Святым Он просто им такой ответ дал Но, братья и сестры Сегодня нету КГБ Сегодня никто нас извне не будет шуровать Но извне такая обстановка Которая только охлаждает нас Как вот эти вентиляторы дуют на нас Дуют на нас сегодня Вот это внешнее такое окружение наше Вот, оно дует на нас Чтобы охладить нас Не будет никто шуровать Друзья, только исполнение Духом Святым Духом Святым Будет гореть для Господа И пусть Господь поможет всем вам сегодня Друзья, гореть для Господа Пусть Господь поможет вам, братьям Остаться верными Господу И продолжать гореть для Господа Хотя извне вас уже не шурует никто Только Дух Святой Может наполнить вам Вас И вы будете гореть для Господа Да благословит вас всех Господь Аминь Я немножко дополню Глеб Якунин Это священник православной церкви Мы просили бы его Чтобы он немножечко больше рассказал И дал свидетельство для нас Пожалуйста, Глеб Дорогие братья и сестры Я Благодарю Бога, что мне удалось Вот так Волею судьбы попасть на ваше собрание Я член Московской хельсинской группы Это самая Сейчас большая и авторитетная у нас в России Правозащитная организация Я должен сказать, что у нас очень плохо в России Все, мы как бы в болото снова В России погружается После вот этого неожиданного взлета Который произошел в 90-м году Но что у нас хорошо развивается Это правозащитные движения У нас был недавно огромный съезд Тысячи было делегатов И сейчас в этом смысле России Как бы преображается Не только в областных центрах Но и в районах Всюду создано много Различных правозащитных организаций В том числе и защищают И свободу совести 25 лет хельсинской группы А сейчас великие державы Вот послы все присутствовали И все правозащитные лидеры Из западных стран, из Америки Приехал Юрий Орлов Которого вы знаете Он почетный председатель Я вот приехал сюда Потому что тоже надеюсь Что мы тоже защищать здесь будем права Вот вместе с пастором Василием Шилюком Мы поедем в Вашингтон И будем Хоть сейчас не очень слушают власти Но тем не менее будем и в Госдепе И в других организациях И все-таки, как сказано Стучите, отверзится вам И надо продолжать это усилие Хотя все гораздо сложнее Так волей судьбы я был Вот в правозащитном движении И имел честь вместе с Андреем Сахаровым Спокойным Петром Григоренко Юрием Орловым Помогать всем верующим Всех конфессий И католикам И протестантам И вам, пятидесятникам И я должен сказать Вот кроме того, что ценно Пред Господом То, что мученики Тертулиан, учитель церкви Сказал так, что Кровь мучеников Семя церкви Семя жизни И те, кто сидел В этих страшных лагерях За веру И не сломался И обратите внимание У нас в православии Покаялся там Дудко А у вас вот все братья Ведь все искушались У каждого были Многодетные семьи И вы знаете Чекисты готовы были отпустить Только покайся Ведь я не знаю Ни одного случая Чтобы из ваших Из пятидесятников Кто-то принес такое покаяние А если бы он принес То его как бы пустили бы домой И как было тяжело сидеть Я например Сидел в привилегированных условиях Я сидел В политическом лагере Получил за свою деятельность В семьдесят девятом году Пять лет Прошел через Лефортово И в политический Тридцать седьмой лагерь У нас было четыре всего лагеря Три на Урале Политических И они ведь старались Вот только я сидел Из религиозных деятелей С горитым Николаем Мы столовались Вот он вскоре приехал сюда И умер И Бабарыкин И его родственник Диакон Сидели в политических лагерях Вот Сегита Стамкевич Из Литвы Архиепископ В моем же тридцать седьмом лагере сидел А так ведь никого Нам все-таки Мы ни разу ни мата не слышали От охраны С нами строго обращались Но все-таки И уголовников не видели А им вот братьям Пришлось сидеть С отбросами Рода человеческого И искушения Которые они переносили Гораздо были тяжелее И ценно То что они сохранили веру И то что Вот ваше собрание Продолжается Что уже было год назад Это чрезвычайно важно Для духовной жизни Для духовного возрастания И очень важно Чтобы этот опыт Принимала молодежь Сейчас казалось бы Все это затухает Мы видим на территории бывшего СССР Когда эти обломки Вавилонской башни Мы видим страшные войны Это страшные войны В Чечне В Таджикистане В Казахстане Всюду как бы Гибнут люди И как бы И сидят люди Огромное количество Как бы сейчас Это заслоняется И не так заметен Этот подвиг Но на самом деле Господь все видит И вот я могу сказать Твердо свидетельствовать То что если бы Не сидели эти люди То наверное Большинство из вас То есть 95% Здесь бы не были сейчас И не могли свободно Прославлять Господа Бога Почему? Потому что вот тот же Сахаров Которого страшно боялись чекисток И голос доносился до запада Ведь вы знаете Что был принят в Конгрессе Такое специальное решение А это решение Конгресса О том чтобы именно Пятидесятников выпускать Это подготовили как раз Наши правозащитники Там в Москве А вы многие Возили все эти документы Подставляли голову И садились в лагеря Для того чтобы здесь на западе Это стало известно И вот кроме Духовной стороны Вот важно Вот эта деятельность Узников То что они открыли дорогу То что Исход произошел из России Благодаря именно Узникам Если бы Узников не было То Я вам еще раз хочу сказать То Наверное Такого массового Исхода И вы бы не смогли Здесь Так Братски Общаться И создавать Такие мощные И сильные Церкви Опасность Чтобы каждый По своему И не выберется Из этого тяжелого Кризиса Пока у нас Не будет Подлинной совести Свободы Ну что у нас И вот впечатление Такое же Мы видим Мы видим что в Грузии Союз нерушимый Для верующего Это Слышать этот гимн А как Людям Верующим Вставать Да там есть Такие страшные слова Россия Священная Наша держава Обратите внимание За что В первые Четыре Три века Мученики Отдавали Свою жизнь Потому что Они не хотели Поклоняться Священной державе Императору Священному Не хотели Поклоняться И за это Лилась Кровь Мучеников И у нас Опять такая же История Как протестанты Особенно Чутко Относятся К этим проблемам Как они Могут Брать оружие Как они Могут Петь этот Гимн Где Говорится Священная Наша Держава Говорили бы Священная Наша Страна Священный Народ Земля Это еще Полбеды А держава Священная Это Опять Культ Языческого Поклонения Империи И Опасность Мы писали Правозащитники Писали Путину Непосредственно После того Как Был Этот Гимн Принят Государственная Дума Была Какая-то Задержка Мы знаем Что там В администрации Была борьба За то Чтобы Может быть Отменить Эти слова Но вот Сейчас К сожалению Этот гимн Вошел в силу Президент Его подписал Мы будем Обращаться В конституционный Суд И так далее И мы писали Что это Будет Ущемление Совести Миллионов Верующих В нашей Стране И будем Надеяться Что все-таки Что-то Удастся Изменить Положение Но это Один Как Пример Вы Соль земли Сказал Христос Своим Ученикам Вот Самое Страшное Что у нас Сейчас Единая Единственная Конфессия Московской Патриархии Идет Вслед за Грузией Она Как бы Сейчас Заключила Договор Из министерства Обороны Из Министерства Образования И в университетах В институтах Преподают Закон Божий Православный Только Вы знаете Телевидение Полностью Раньше Были Прекрасные Передачи По утрам Иностранных Даже Проповедников Бапсистов Сейчас Нет Только Православные Говорят О Своей Религии А к сожалению Эта церковь Находится В тяжелейшем Духовном Кризисе И она Не может Нравственно Морально Воспитывать Народ И она Фактически Является Тормозом Для социального Общественно Политического Развития Страны Вот поэтому И кризис У нас Такой И пока У нас Не будет Духовного Возрождения Покаяния За прошлое До тех пор У нас Не может быть Никакого Экономического И социального И политического Возрождения Так что Вам надо Молиться За своих Братьев И надо Стараться Все-таки Вот Продолжить Это Дело Правозащиты И здесь Одно Дело Там борется В России Другое Дело Здесь Если вы будете Поднимать Свой голос Демократия Это Сильный Инструмент Вот где Вы Живете Особенно Компактно Там Вы можете Влиять И на Губернатора Можете На Конгрессмена На Сенатора Влиять Я сам Знаю Как Собирались Подписи Вот В защиту Пятидесятников Я знаю Один Лугара Помощник Джон Помощник Всего Понимаете Вот он Написал Документ Лугар Подписал И Другие Сенаторы Подписали И Это Пошло В Советский Союз И Сыграло Определенную Роль Так что Даже Если Один Два Конгрессмена Выступят С Вашим Требованием Чтобы Все Таки Не Прекратилась Эмиграция Чтобы Тех Кого Ущемляют Права В Странах СНГ Чтобы Бывших Чтобы Их Снова Выпускали Сейчас Они Ставят Так Вопрос Американские Власти Иммиграционные Они Говорят Знаете Что Ну Было Время Когда Там Пятидесятников Гнали Мы Вот Пошли Навстречу А Сейчас Вот Мы Пропускаем Только Тех У Кого Есть Реальная Опасность Угроза Его Жизни Ну Угрозы Жизни Нет Там Понимаете Вот Одного Случайно Пастора Убили А Такого Массового Нет Вот Как Это Талибы Делают Или Какие Конечно Это Положение Неправильное Если Есть Действительно Гонение На Веру Надо Добиваться Того Чтобы Ваших Родственников Ваших Знакомых Ваших Братьев По Вере Сюда Пропускали Ну И Теперь Мне Хочется Еще Сказать Немножко Об Опыте Своем Как Я Сидел В Лагере Действительно Господь Посылает Великие Чудеса Тот Кто Просит Особенно Когда Бывает Тяжело В Лагере И Я Вам Должен Сказать Что Все Таки Я Думаю Это Не Только Мое Ощущение Когда Мы Сидели Это Была Настоящая Борьба Вот Мы Чувствовали В отличие От Современного Положения Как Будто Сейчас Мы Боремся И Кругом Как Вата Все Равно Наши Слова Уходят А Мы Видим ГБ Хоть Это Был Какой Это Звери Но Это Реальный Был Враг С Которым Можно Было Воевать И Поэтому Мы Сидели За Справедливое Дело За Веру И Проповедовали Там Господа И Свидетельствовали Братья Свидетельствовали Ваши О Вере И Это Был Огромный Духовный Подъем А Сейчас На Свободе Когда Видим Вот В России Мы Вокруг Какие Творятся Безобразия То Иногда Как Бы Вот Хотелось Обратно Назад Пойти Потому Что Тогда Была Борьба И Когда Ты Сидишь За Правое Дело В Тюрьме За Господа Бога То Твое Сердце Ликует Что Господь Тебя Сподобил Вот Этой Великой Чести Нести Этот Крест Христианина И Вот У меня Был Такой Случай Никогда Не Писал Стихи Был Абсолютно Бездарный У меня Был Момент Когда У нас Отнимали Библии Календарь И Я Накануне Пасхи Очередной Меня Посадили В Бур Или В ПКТ Как Называется В Изоляцию На Полгода Я Не знал Когда Пасха И Вот Пришла Пасха Ко Мне Шны Приходит Приносит И Говорит Николай Петрович Горитой Поздравляет Вас С Пасхой Говорит Как Пасха Я Заплакал Я Священник Потому что Пасха Переносная Я Не знал Когда В этот День Пасха Спрашиваю Там Из этих Надзирателей Мы Мы Неверующий Ничего Не Знаем Я Заплакал Господи Что Что Я Такой Дожил Священник Который Не знает Когда Пасха И Никогда Для себя Лично Ничего Не Просил И Взмолился Господи Дай мне Какое-то Утешение Что Чтобы Я Вот Как-то Немножко Вот Пришел В себя И Какая-то Радость Для меня Была И Вот Я Вышел На прогулочный Дворик И Посмотрел Колючая Проволока И Вдруг Сразу Подумал Ведь Колючая Проволока Это Терновый Венец На Иисуса Христа Когда Он Шел На Голгофу Когда Его Мучили Терновый Венец Это Был Венец Из Колючей Проволоки Я Тогда Написал Первое Свестоварение Туринская Площеница И Написал Венца Из Колючей Проволоки Вот С этого Момента Я Начал Писать Стихи И Вот Сейчас За 15 Лет Такой Богословской Поэм Написал Я Не Могу Больше Занимать Ваше Внимание Я Просто Хочу Прочесть Вот Два Небольших Стихотворения Как Раз Немножко Связанные С Лагерем Когда Уж Совсем Было Тяжело В России Смотришь Что Кругом Одно Разложение Маразм И Не Чувствуешь Как Говорится С кем Ты Воюешь Что Кругом Какой-то Пелена Мглы Какой-то Грязный Я Вот Написал Такой У меня Даже Ностальгия Была По Лефортовской Тюрьме Я вспоминал Ну как Воюешь Там С ними И Правда У нас Там Условия Были Хорошие Но Как Бы Может Быть Хорошо Бы Снова Что Бог Послал В Лефортовскую Тюрьму По крайней Мере Там Была Какая-то Настоящая Борьба За правое Дело У меня Написало Такое Стотворение Юбилей Ностальгии К Двадцатилетию Ареста Мой Жизни Шлягер Сладкозвучный Хит То Уральский Лагерь То Ларец Малахит Там Жизни Эссенция Там Жизни Форта Лагерь Мой Тридцать Седьмой Эссенциале Форта Или Фортово Форт Оттиск В сердце Афорт Не тюрьма Ку-тюрьма Афортовый Дворец За то Что я жив Спасибо Творец И вот Еще Такое Завещание Написал Тоже Будучи Уже Я Пять Лагеря Пять лет В лагере Отсидел И Два с половиной Года В ссылке А потом Началась Перестройка И нас всех Как и Вас всех Братья Выпустили Потом Амнистировали Потом Реабилитировали Я написал Такое Завещание Тем Кто будет Класть Меня В гроб Я Завещаю Чтоб Не облачали Меня В иерейские Ризы В которых Уже Не обличали Служили Богу Без риска В почти Леврейские В которые Дули Лишь Легкие Бризы Но Душу Мою Облегчите Тогда Меня Облачите В Зекову Робу Грубую В Родной Спецодежде Одной Лишь Надежде Предам Себя Когда Пойду В Утробу Гроба Я Нет У меня Святых Орденов Ни Великого Князя Владимира Ни Преподобного Сергия Которых Дают За Усердие В Разной Степени Но Ты Господи Меня Помяни Одинок Орденок Бирку С Именем Увидав На Моей Груди Ты Возвел Меня Сам Выше Зековый Сан Царством Божиим Награди Спасибо Спасибо Звучит песня. 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 Все друзья. Звучит песня. 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 И если песня. Звучит 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 песня. Наші. Звучит песня. 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 Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Обновляет тебе Бог. Обновляет тебе Бог. Силу дает Бог, не человек. Дает тебе помощь еще и продлевает милость. Обогодься. Аллилуйя. Убережи верность Богу. Убережи верность Богу. И будешь иметь помощь. И Господь заступится. Ибо много и много делано. Но Бог не уменил тебя. Благословляй Бога. Арбита. Исполняйся. Исполняйся Духа Святого. Исполняйся. Братья там идут. И мажут деливую. Сестры, братья, готовьтесь. Братя Божия. Нива Божия. Арбита. 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 Дай силу обновления, дай силу победы, дай силу помощи и защиты, ибо враг наступает, и дом хочет разрешать. Силы колеблются, вера падает, а он хочет защитить. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 только Богу, только Богу, только Богу, Сарабараман, и собирайся уже до берега, и будешь скоро иметь отправление, и попадан сигнал, и жизнь твоя из Парабарамана к берегу плывет. Аллилуйя, 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 Господи Богу, Боже, поможи этому брату, просто держи, мы не развяжем, ты моешь силу власть, ты моешь помощь, и рука твоя сильная, ты исцелял, ты освобождал, и многие сегодня притекаются, что много молимся, а мало получаем, Господи Божий вечный, потому что неверие наше утопает сердце на жаребиске, благослови его, и дай, чтобы он не в муках перешел, но в спокое сердце в вечные берега. Арбита Рабацанда, Аллилуйя, 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 Тайна Божия, Тайна Божия. Так, так, давай свободу, давай свободу, ты бачишь, загорился факел огня в душе твоей, ну давай свободу, развяжайся, арбитар, бала-бала-бала, пускай в оборот, это Дух Святый, вот так, 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 то не человек тебе дает, нет, тебе Господь дает. Благослови душа наша Господа. Благослови душа наша Господа. Боже вечный, Боже святый, Боже святой, давай, давай, вот ты думаешь, как на Тубае ктось молится, то тебе больше силы. Тебя сила не Божия. Арбита Рабацанда, Раба-бала-бала-бала. Аллилуйя. 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 Сыночки ревнуйте. Сыночки ревнуйте. Хай Господь поможем власть. Арбиска, тараба-бала-бала. Арбита Рабаса, тараба-бала. Аллилуйя. Аллилуйя. Братья слушателя, ходите сюда. Брат Петро. Брат Петро, братья другие. Я особенная проблема. Ну чего вы стоите в пороге? Киба за ли ваше поле? Аллилуйя. Братья другие, служите нам. Будет вас сюда. Я ж не знаю всіх по имени. Подойдите. Подойдите, братя. Подойдите. Що вы дивитесь друг на друга? И думаете, что, як что-то Бог не сделает, а вы будете тут учасником, то вы будете уже в порицанде. Служите Господу Богу тим даром. Арбиска, тараба-бала. Аллилуйя. 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 Мы хочем сказать про то, друзья, вы много вы преклонили колено пред Господом. Вы имеете нужду. Но написано, должны быть чистые сердца. Чистые сердца. Аллилуйя. Аллилуйя. Если наше сердце свободно, так автор говорит, хорошо, если сердце свободно, хорошо, если нет в нем зла. Аминь. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Аллилуйя. Аминь. 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 Кто он есть? Женат. Женат. Депрессия. Давайте, друзья, помолимся Господу. Давайте завершим молитву, все мы знаем, все исповедено, а вы сделайте то, что за вами. Положите руки на форих, и они будут здоровы. Призываю им. Именем Иисуса Христа и Зазарета. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Освобождай Божия, освобождай Божия. Арбитарабаскадарабалам, арбитарабалабасадарабалам, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, вера, аминь. Рамен готен тайна мира, арбегусы гламаны гот вера, каменгуштиманы гот вера. Иисус, мы к тебе идем. Мы верим, что ты тот самый, который был вчера, сегодня и вовеки тоже. Ты сказал в свое время, да нам не всякая власть на небе и на земле. Я верю, Господи, что ты все можешь. Так сказал муж в свое время. Я верю, что ты сегодня явишь милость. Боже, над этой душой, а воотче, аллилуйя. Рука твоя не сократилась на то, чтобы спасать, на то, чтобы помогать. И ухо твое не отяжелело на то, чтобы слышать молитвы народа твоего. Услышь. Выйди навстречу народу твоему. До сегодня преклонился. Ожидая милости от тебя, яви твою милость. Аллилуйя. Аллилуйя, вера, аминь. Боге мечтаден, Господа вера, рейген мечтаден, ирбегуски ламен, Господа вера. Аллилуйя, аллилуйя. Господи, пошли радуй в душе, пошли утешение, а воотче. Благослови Господь надали. Услышь молитву народа и прими во благо. Тебе слава, тебе хвала добудет, Отец и Дух Святой. Аминь. Написано, иди с миром, и что? Больше кажут, Отец, бачу, уже знаешь, наперед меня. Иди вперед, прийде от Господа утешение. Это борьба. Через Йоду в Святой Горе. Ибо став Он для того, чтобы сражать сердце твое, потому что ты дал место. Если будешь направляться в Голгохве, и молитва народа будет поддерживать, когда ты будешь говорить священникам, то услышишь голос внутри, чтобы Бог утешить тебя и дать спокойствие. Аминь. Благослови Бога. Благослови Бога. Благослови Бога. Аллилуйя. Так, давай свободу. Развяжайся от силы немощи. Это дух немощи, значит, вместо в тебе. Господи Боже, вири бить термонам. Так. Так, простерта. Зроби, Боже чудо. Так, зроби, Боже, вечный. Аллилуйя. Вечному. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. На благослови тебе, Господь. Братья и сестры, пожалуйста, садитесь. Мы благодарны Богу за утрешнее служение, которое протянулось до сего часа. Четыре часа разделяет нас времени от вечернего богослужения, которое мы будем начинать в шесть часов вечера. Просим все те, которые будут или желают из наших гостей, молодежи, поучаствовать в вечернем служении. Пожалуйста, обратиться к брату Сергею и к брату Павлу. Они вас запишут. Мы не обещаем, что все мы сможем поучаствовать по возможности. Пришло время нашего обеда. Мы будем проводить обед здесь в палатке, на улице. Мы будем или дадим преимущество для наших пожилых братьев, сестер. Хочу сказать, что все гости смогут побыть на обеде. Все гости, которые приехали сегодня к нам, смогут побыть на обеде. Начнем с наших братьев и сестер, которые были узниками. Поспособствуем этому, чтобы наш обед прошел быстро. У нас между служением будет проходить беседа с братьями. Я думаю, будет очень интересная беседа. Это будут только дни братья, которые были узниками. Будет намечаться мероприятие, которое предстоит осуществить в будущем. А всем братьям и сестрам, после окончания служения мы будем всех вас ждать на 6 часов. Молитесь и завершение служения, чтобы Бог благословил, чтобы все устроил. Мы еще будем совершать одну молитву, молитву за обед. Сейчас будем принимать приветствия от братьев, которые привезли приветы. Пожалуйста, мы начнем с платформы. Пожалуйста, братья, кто привез приветы и приветы для церкви, можете передать. И потом все находящиеся в заде смогут передать. Пожалуйста, передавайте, братья. Если привезли приветы для нашей церкви, пожалуйста. Братья и сестры, примите привет с нашего города, от нашей церкви. Это город Сурри, район Ванкувера. Примите. Принимаем привет с Канады, с Ванкувера. Я уже знакомился с вами. Я с Украины, с Ровно. И когда я уезжал сюда, наши братья, не только нашей церкви Ровниской, но нашей области, когда была областная встреча, братья знали, что я поеду сюда. Они просили передать всем вам сердечное приветствие. Принимаем привет с Ровно. Братья и сестры, мы также приветствуем вас с именем Господа нашего Иисуса Христа. Братья, которые приехали мы из штата Массачусетс, город Спринфилд, Вест-Спринфилд. Наша церковь, когда мы уезжали, передавала сердечным всем привет. Принимаем со Спринфилда, Массачусетс. Когда я с Портленда выезжал, наша верующая, ну церковь наша, где я членом церкви, моя семья и жена мы передавали вам приветствие. Принимаем с Портленда привет. Братья и сестры, также я, когда выезжал с места моего проживания, города Лексингтона, то моя семья, и кто знал, в других местах, что я поеду, наши, и многие члены церкви, у нас так принято, передавали и для вас город Иру, церкви Христовой, сердечный христианский привет. Принимаем привет от брата Кушниренко. Братья и сестры, вчера, будучи в служении вечером, беседуя с братьями от города Вестфилд, стата Массачусетс, передают вам сердечный привет церковь брата Черниевского. Братья и сестры, брат наш Николайчук Славик кому-то передал передачу, она мне в автобусе, но я не знаю кому, он сказал, я позвоню, мне заберут. Кто, кому звонил этот брат Славик Николайчук, пожалуйста, подойдите, я вам отдам. Иначе я не повезу, я по всем штатам, где-то оставлю. Примите также привет из города Риги, из Латвии. Примите привет от Колумбуса, штата Огайо. С Риги, из Колумбуса принимаем привет. Братья и сестры, я неделю приехал с очередной поездки с Украины, бывал во многих церквях, но особенно сердечно передавали дети-сироты, христиане. Но оставит вас Бог. Принимаем привет и слава Богу. Сердечный, искренний, пламенный, горячий, братский, христианский привет из города Миннеаполиса, штат Миннесота. Принимаем. Повторать не надо. Я сгонал. Привет из Канады, города Лондона, передавала наша церковь, все братья и сестры. Принимаем привет. Я скорее обращаюсь к кузникам. В Москве есть, и вы знаете, давно он сейчас набирает силу, мемориал такой общества. И они обращались ко всем. И тем более, они, если узнают, они пока не знают, но они узнают, что вот у вас такие собрания происходят. Они просят всяческий материал. Они собирают специальные книги в центре Сахарова, тоже это хранится, в музее. И они собирают материалы, у них есть деньги, им дают на это, чтобы издавать эту литературу. Поэтому просьба к вам. Вот кто выступал, о себе говорил, еще хоть немножечко о себе, как дать биографические данные. Кто сидел, когда, с кем кто что помнит про себя, вот то, что вы, кто выступил, и кто еще не выступил, хоть несколько фраз, понимаете, и тогда, и желательно фотографии. Тогда можно будет, вот в прошлом году у вас, что было, в этом году, и даст Бог в будущем, это можно будет приложить, и все это можно издать, и опубликовать будет даже в Москве. Так что просьба, если все не сделают, то хоть кто-то, что бы описал о своей жизни в лагерях. Пожалуйста, дай Бог вам собраться с силами и сделать это. Пожалуйста, прошу вас. Больше нету приветов? Может, еще есть? Братья и сестры, я хочу передать сердечный привет. Из Москвы и Московской области, и Калужской области, где я посетил друзей, много церквей, и особенно с приветом передавали сердечную благодарность за то, что Ютинская церковь отказала посильную помощь средствами. Я привез фотографии, сфотографированный молитвенный дом, город Дрезна, это Московская область, и я могу потом показать, пусть это будет во славу Господа. И еще немножко там началось уже строительство, чуть-чуть осталось им докончить. Вот. Еще чуть-чуть надо, если уделиться внимания. Пусть Бог благословит вас. Щиро дякуем за все. Аминь. Пожалуйста, еще в революте. Привет, Саляске. Может, кто знает Василий Власович, который был в лагерях тоже. Он сейчас пишет большие поэмы. Часть он прислал мне, я брату Николая дам, но у меня еще много дома хранится. И потом от двоих узников я слыхал, брат Черновиц рассказывал. Брат Черновиц Илюша Гуменный, может, вы знаете, бывший узник, мы вместе в лагерях были. Я к нему созванивался, но он не мог приехать. Передает привет. Брат Годован Михаил Макарович с Бордичева, то же передает всем друзьям, братьям узникам и церкви Ютинской привет. Да благословит Господь за ваши предложения к нам. Может, кого еще имели события, не приехали, или по каким-то причинам не приехали, а передавали привет для нашей церкви, просим передать. Я со своим братом имел разговор Степану Мяликом с Норд-Каролайны. Он тоже передавал для всех участников и всех присутствующих, горячий привет христианский. Он не мог быть здесь с нами. С Питцбурга принимаем привет. Братья, сестры наши, молодые друзья, внуки, дети наши, когда мы были в лагерах в сталинские времена, при живом фараоне еще, мало кто надеялся выжить. У нас были клятвенные обещания благословлять церкви, кто останется в живых, и передавать привет от тех, которых нет с нами здесь. Примите от них привет. Больше нет приветов? С Ашавы, Канада, принимаем приветы. Если больше нет приветов, мы встанем на наши ноги за все приветы, сердечно благодарим, взаимно просим. Мы еще совершим благодарственную молитву за лепту, которую мы совершили. Благодатью закончим служение. Вечный Бог, мы славим Тебя, Амин. Мы благодарим Тебя от всей души. Господь наш, мы благодарим Тебя, что Ты любишь, заботишься о нас и ведешь нас своей могущественной рукой. Боже, благодарим за этот час, за это время, которое Ты дал для нас иметь встречу, и слышат нам свидетельство наших братьев, дорогих братьев, узников, которые были в тюрьмах, в лагерах. За Слово Твое, Святой и Вечный Бог, мы благодарим Тебя, что Ты сохранил их, дабы еще, Господь, через их уста еще рассказать, засвидетельствовать о великой милости Твоей, о том, что Ты, Господь, есть Бог, живой Бог, слава Тебе! Аллилуйя! Мы благодарим Тебя за этот час общения и служения. Мы, Господь, благодарим Тебя, что Ты подаешь нам все нужное и необходимое. Мы могли иметь материальное служение, благодарим Тебя. Мы в этот час, Господь, просим Тебя и молим Тебя, благослови для нас, когда мы выйдем из Его места, благослови всю ту пищу, которая приготовлена нашими сестрами, братьями, Господи, для того, чтобы вкушать, для подкрепления телесной силы. Боже мой, Боже, благослови Его и эту пищу своим небесным благословением. Господи, за все Тебе слава, за все Тебе слава, что Ты питаешь нас хлебом небесным и хлебом телесным питаешь нас и даешь нам в великом достатке, за что слава Тебе. Питай нас и впредь, сохраняй нас и впредь и веди народ Твой к вечной жизни, дабы мы, Господь, Тебя прославили не только здесь, на земле, но и в вечности. Господи, слава Тебе за все добудет наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит. Мы просим наших всех братьев, сестер, гостей, чтобы никто не уехал сразу в эти двери можете выходить сразу и в палатку. Вечернее собрание на 6 часов. Хотя там написано, наверное, на 7, но на 6 часов мы будем делать собрание. Может, еще некоторые гости останутся с нами на вечернее собрание. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...